Всем привет! Меня зовут Турмцев Константин, я основатель компании Altair Digital и франшизы Altair VR. Проверка связи. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно меня, видно, все ли хорошо. Угу, угу, угу. Чудесно. Рад вас приветствовать, спасибо, что пришли на наш вебинар, презентацию. Это будет такой отчетный вебинар о двух годах с небольшим работой нашей франшизы, о том, чего мы достигли, и в целом о том, что такое же наша франшиза. То есть об этом тоже обязательно поговорим, в деталях расскажу. Давайте начинать. Мы подождали опаздывающих. Часть опаздывающих пришла, часть будет присоединяться по ходу. Это нормально, ничего страшного. Сразу давайте определимся с форматом. Если есть у вас вопрос в течение моего повествования, то можно задавать его в чате непосредственно сразу по ходу дела, не ожидая, когда мы дойдем до секции «Вопросы и ответы», потому что к этому моменту уйдем уже весьма далеко. Окей, поехали. О чем будет этот вебинар? Для начала я расскажу историю компании, кто мы такие, кто я такой, да, то есть и почему я здесь вам провожу какие-то вебинары. Дальше расскажу вам о франшизе, что это такое, типы франшизы, какие бывают, и позже мы перейдем к интересным цифрам, фактам, которые, собственно, и обещались в названии вебинара. То есть у нас очень понятная франшиза, она считаемая, у нее есть понятная финансовая модель, и поэтому мы проведем в том числе на вебинаре детальный разбор финансовой модели на примере одного, двух, трех городов в зависимости от ваших запросов, что мы узнаем, инвестиции, период окупаемости и прибыль год. Так, я вижу, что звук вообще пропал. Да, запись вебинара будет. Скажите, у остальных со звуком все ли хорошо? Да, окей, может быть, действительно нужно вам перезайти. Коллеги в чат уже это написали. Видео нет. Ну, видео, я думаю, что это не самая важная часть нашего вебинара. Главное, чтобы презентация была видна, если ее видно, то все будет окей. Окей, едем дальше. Детальный разбор финансовой модели проведем на примере одного, двух, трех городов в зависимости от того, сколько у вас будет запросов, да, то есть посчитаем разные типы городов и как наша франшиза будет вести себя в разных городах для того, чтобы вы могли понять, к чему готовиться и как это вообще можно посчитать. И под конец будем, собственно, объявим небольшой бонус для участников вебинара при покупке франшизы. Самое завершение – это ответы на ваши вопросы. Это то, что мы сегодня сделаем. На все про все времени у нас уйдет порядка полутора часов до ваших вопросов. Окей? Поехали. Итак, что такое франшиза виртуальной энциклопедии? Это, грубо говоря, софт с оборудованием для бизнеса в сфере дополнительного образования детей. Начну с миссии нашей компании. Собственно, миссия нашей компании – дать возможность детям даже в самых отдаленных уголках мира, раньше это звучало «Россия», теперь звучит «Мира», доступ к качественному современному образованию, стимулирующему интерес к обучению. То есть в современном мире есть ряд проблем по обучению, связанных с тем, что программы образования, они очень часто устаревшие. То есть мы учим детей по учебникам, которые были изданы много лет назад, по текстовым учебникам, тогда как мышление современного ребенка все больше становится визуальным, клиповым восприятие, очень быстрое внимание не концентрируется на каких-то определенных вещах на долгий период времени. У кого есть дети, хорошо меня поймут. Собственно, у кого нет, просто поверьте, это так и есть. И, соответственно, технологии образования тоже должны меняться. То есть образование должно становиться более визуальным, более ярким, более насыщенным, вовлекающим в процесс. И, соответственно, мы не ставим перед собой задачу оцифровать все учебники, то есть преподавать детям какие-то дисциплины только через визуальную составляющую отнюдь. Наша задача, задача нашей компании – стимулировать интерес к обучению, чтобы ребенок, когда он увидел что-то в наших очках виртуальной реальности, какой-то качественный контент о подводном мире, о вулканах, о динозаврах, о планетах, о астрономии, биологии, то есть бывал в теле человека через виртуальную реальность, чтобы его эта тема увлекла, чтобы ему захотелось узнавать больше. И если будет увлечение, если интерес появится, то ребенок уже потом придет домой и скажет, мама, папа, я такую штуку классную видел, купи мне энциклопедию по этой теме. И он будет читать, он будет смотреть картинки, он будет потреблять информацию, он будет спрашивать у взрослых, будет искать информацию в интернете, смотреть уже там ролики на ютубе, может быть еще VR, то есть и тем самым процесс будет запущен. То есть интерес к образованию мы можем создавать, в этом наша задача. Как выглядит сеанс? То есть что такое, что делают наши франчайзи? Наши франчайзи берут вот эти самые очки виртуальной реальности, которые видите на экране, приезжают с ними в школу, либо другое место скопления детей, раздают очки, 30 очков, допустим, на класс целиком, прям в классе учебном это проходит мероприятие, нажимают кнопку на планшете, и дети синхронно погружаются в какой-то фильм, в какое-то шоу, будь то шоу из планетария или на 360 градусов, они синхронно погружаются в какую-то атмосферу, допустим, в подводный мир, звук подается из общих колонок, и таким образом дети слышат эмоции друг друга, то есть мы сохраняем ощущение общего просмотра. Это весьма важно, потому что эмоции в этом формате ярче, и восприятие лучше. То же самое, что происходит в кинотеатре. После сеанса франчайзи собирает оборудование и едет в следующую школу. Вот так выглядит бизнес-модель. На первый взгляд все мега просто, очень просто и понятно. Поехали дальше. Сейчас наша франшиза работает в России в 55 городах, 55 виртуальных энциклопедий, открыло 37 наших франчайзинговых партнеров. Каждый в третьей франчайзе докупал вторую, третью франшизу. Это говорит о том, что спрос на франшизу весьма стабилен именно среди тех, кто уже попробовал бизнес-модель и понимает, как на ней зарабатывать, как с ней работать. И в 10 странах других вне России работают также наши продукты виртуальной планетарии или франшизы виртуальной энциклопедии. То есть два немножко разных продукта, которые мы сейчас объединяем в один. Это такие страны, как Индия, Боливия, Азербайджан, Белоруссия, Англия, Ирак, Палестина, по-моему, еще есть Пакистан. Еще пару стран. Откуда это все взялось? С чего это все началось? Прошу прощения, у меня горло першит, немножко приболел. Поэтому буду говорить хрипло и с подкашливанием. Мобильный планетарий. Началось это с мобильных планетариев в 2010 году. Что такое был мобильный планетарий? Это большой пятиметровый купол надувной. Он приезжал в школу, устанавливался за 30 минут. Буквально одного человека было достаточно. Дети заходили внутрь, и вся внутренняя поверхность купола была экраном. То есть дети буквально погружались в мир космоса, звезд, планет, когда больше астрономии было в контенте. И это создавало вау-эффект повсюду, куда бы мы ни приезжали. Особенно вау-эффекты были в сельской местности или в небольших городах, где у детей нет особого выбора, с чем сравнить, куда сходить. То есть ни театров, ни кинотеатров, ни чего-то еще. И тут приезжает вот такая классная штуковина, в которой проекция на целый купол. Ощущение присутствия безо всяких 3D-очков. То есть просто за счет собственного бокового зрения дети испытывают ощущение полного присутствия. Купол вмещал 30 человек, целый класс детей, и устанавливался в любом подходящем по размерам помещении. Как правило, это были какие-то музыкальные залы в детских садиках, либо, если школа, это спортивный актовый зал, может быть, в фойе. И чуть более подробно. С 2010 года мы начали оказывать услуги передвижных планетариев, я и мой партнер Алексей Ирков, в Новосибирской области и в Алтайском крае. Но в 2012 году мы уже поняли, что только оказывать услуги, и это не столь интересно, и оборудование, которое было представлено на рынке, не отвечало нашим требованиям по качеству. Поэтому мы открыли собственное производство планетариев, упаковали планетарии мобильные как бизнес под ключ, потому что сформировать комплект оказалось не так просто. На тот момент информации о том, как это делать, было не то чтобы мало, ее не было вообще в русскоязычном сегменте, как бы интернета и так далее. И, соответственно, мы прошли этот путь, набили ряд ошибок и сформировали качественный, хороший комплект мобильного планетария. Не буду углубляться в детали, чем он отличается от наших коллег, других производителей, это не суть важно. В 2013 году мы сделали ставку на оказание собственных услуг все-таки. И я из города Барнаула, я оттуда родом, начал потихонечку расширять географию на соседней области, оказывая услуги передвижных планетариев не только на территории Алтайского края. Потихонечку мы пошли в Кемеровскую область, позже добавили Новосибирскую область, потому что мой партнер работал только в городе Новосибирске. Область была не охвачена, позже Томская область и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Республика Алтай. К 2014 году мы настолько расширили, что оказывали услуги уже по территории всей России. И в том числе не только России, то есть немножко заезжали в Казахстан, так как от Барнаула Казахстан очень близко. В России мы работали и на Дальнем Востоке, то есть Владивосток, Хабаровск, Благовещенск. Чуть-чуть заезжали в Якутию, на северах работали, на Дым, Новую Венгу, и Ханты-Мансейск, Сургут, то есть все вот эти города, Нижневартовск, Ноябрьск. И на европейской части России доезжали, собственно, до самого края, то есть до Белгорода, до границ с Белоруссией, в Архангельске были, насколько я помню. То есть география была максимально широкая. Но при такой географии очень тяжело сохранять регулярность сеансов. Контролировать всю эту сеть было, скажем так, весьма тяжелым трудом. У нас работало до 70 человек в компании, и большая часть персонала – это водители, операторы планетариев, то есть которых тоже очень тяжело было контролировать, несмотря на то, что они сами были заинтересованы в успехе предприятия, потому что зарабатывали с каждого сеанса, с каждого показа планетария. Но, тем не менее, контроль была очень тяжелая, сложная штука, и мы постоянно искали способы, как бы этого контроля сделать больше. И вот в тот момент была разработана, собственно, ЦРМ-система, которая рассчитывала километражи, строила маршруты, и которая до сих пор содержит максимально актуальную базу данных по образовательным учреждениям России. В нашей базе 92 тысячи объектов было на момент 2014 года. В 2016 году мы решили другую проблему и создали собственную проекционную систему для мобильных планетариев SpaceTouch, которая позволила привести на рынок России много контента для планетариев, которого раньше здесь не было. Не было в причине того, что Россия считается очень пиратским регионом наравне с Китаем, азиатскими странами, и, соответственно, очень высокий уровень нелегального копирования контента. Поэтому российским компаниям не доверяют в плане продажи контента. И вот это доверие мы заслуживали с 2013 года, работая со студиями в 2016 году. Мы смогли выпустить свою проекционную систему, которая содержала много контента, ранее не поставлявшегося на территорию Российской Федерации, благодаря тому, что мы смогли этот контент внутри проекционной системы защищать. И здесь как раз был старт нашего программного обеспечения, который сейчас является основой нашей франчайзинговой сети. Кроме проблемы с контентом в планетариях, была проблема и с качеством. Если в 2010, 2012, 2013 годах наши планетарии вызывали вауфи повсюду, куда бы мы ни приезжали, то есть и в крупных, и в мелких городах, то в 2015-2016 годах качество проекции, оно же не меняется, то есть там как светил один-единственный проектор на всю проекцию купола, так и светит. Пиксели достаточно видны, если вплотную подойти к стене купола, там, допустим, на полметра, то видно пикселизацию, то есть качество, ну, такое вот, на уровне как раз десятых годов. Мы постоянно искали способы, как же это качество поднять, то есть мы пробовали, там, и 4К-проекторы какие-то изучали, то есть их цена заоблачная была на тот момент, то есть даже псевдо-4К-проектор стоил 300 тысяч рублей на момент 2016 года. Несколько проекторов объединять в одну систему, как бы, но это очень сильно снижает мобильность, то есть пробовали разные какие-то варианты, и, наконец, мы нашли решение, как вы уже, я думаю, все догадались, в технологии виртуальной реальности. Что мы сделали? Мы совместили мобильность передвижных планетариев с качеством стационарных планетариев и ощущением полного присутствия технологии виртуальной реальности. Так появился первый продукт виртуальный планетарий. Собственно, он абсолютно ничем не уступает мобильному планетарию, и по всем параметрам, по которым вообще, в принципе, их можно сравнивать, кроме стоимости, да, то есть стоимость – это единственный параметр, по которому мобильный лучше, он дешевле. Во всех остальных параметрах виртуальный планетарий был лучше. То есть это качество изображения, оно лучше, чем во многих таких средних планетариях по миру, по России в том числе, да, то есть благодаря тому, что вы смотрите не на проекцию, а на дисплей телефона, где качество изображения такое же, как в ваших смартфонах, потому что, по сути, вы на такой же дисплей смотрите. Это мобильность, потому что, собственно, оборудование виртуальной реальности, там, 30 очков, плюс планшета, iPad, и роутер, там, колонки, все это влезает в обычный туристический чемодан, там, может быть, два чемодана, если 30 очков, да, влезет в любой автомобиль, вы можете привезти его куда угодно. Для работы его не требуется постоянное соединение с интернетом, интернет требуется один раз на старте, для того, чтобы вы смогли загрузить фильмы из интернета на планшет, и далее уже сам планшет раздает контент на все клиентские устройства без использования внешней сети интернета. То есть можно работать в самых удаленных уголках, абсолютно отрезанных от цивилизации связи, и все это там будет работать, лишь бы было электричество для того, чтобы заряжать девайсы. Вот в 2017 году мы запустили, собственно, франшизу виртуальной энциклопедии в России. Почему энциклопедия, почему не планетария, потому что мы сразу начали озадачиваться тем, что нужно добавлять туда контент не только из планетариев, но также и другой контент. То есть на текущий момент у нас есть там и биология, и добавляется сейчас, буквально в конце августа выходит новое шоу для планетариев Амигас, путешествия по телу человека, на тему биологии. В ближайшее время будет ролик с динозаврами, достаточно хороший, интересный. Есть у нас 12 фильмов про заповедники России. В ближайшее время добавится подводный мир, очень интересные фильмы, плюс Камчатка, вулканы, гейзеры, медведи. То есть много-много-много всего. Потому что планетария, это, конечно, хорошо, мы оттуда начали, мы оттуда пришли, для чего я вам это и рассказываю, но будущее все-таки за самыми разными дисциплинами, и все что угодно можно познавать через эту технологию. Собственно, в 2016 году мы запустили не только франшизу, мы также запустили приложение для очков виртуальной реальности Oculus Go, проходили с этим приложением собственно акселерацию в фонде развития интернет-инициатив и возглавили мировой топ приложений для Oculus бесплатных, то есть мы были установлены на 5% всех гарнитур в мире. Это приложение виртуальной планетарии на английском языке. Но эта бизнес-модель собственно нам не понравилась, экономика там достаточно тяжелая, и все-таки так как мы всю жизнь занимались оказанием услуг, и у нас очень большая экспертиза в том, как работать со школами, с образовательными учреждениями, мы решили сфокусироваться на франшизе. 12 апреля 2017 года мы провели в Новосибирске самый первый в мире сеанс первого в мире виртуального планетария, который позже переименовали виртуальную энциклопедию. Первую франшизу мы продали в феврале 2017 года, получается, за два месяца до старта франшизы, то есть настолько был большой интерес у одного из клиентов. и все лето 2017 года мы ходили и рассказывали людям о том, что есть такая франшиза, есть такой бизнес, собственно, было непонятно, насколько оно будет востребовано, не будет востребовано, и только к сентябрю 2017 года мы окончательно поняли, что продукт будет жить и будет жить очень хорошо. То есть к сентябрю началась массовая продажа франшиз, и к концу 2017 года с нами было уже 15 партнеров по Российской Федерации. И многие из партнеров запустились и успешно работали в первые два месяца после покупки франшизы. То есть время старта тогда было около от месяца до двух. В 2018 году мы продали еще 15 франшиз, к нам присоединились еще 15 партнеров по территории Российской Федерации, и мы потихоньку начали двигаться за рубеж. Начали двигаться за рубеж в конце 2018 года. В 2019 году собственно мы упаковали франшизу на мировой рынок, и сейчас, как я вам сказал, в 10 странах либо прошлый продукт виртуальный планетарий, либо уже новая франшиза виртуальной энциклопедии работает на мировом рынке. Собственно, в следующем году, в конце этого, в начале следующего, мы переходим к следующему этапу разработка интерактивных опытов виртуальной энциклопедии по различным естественным наукам. Это все, что касается раздела нашего бэкграунда, нашего опыта, почему появилась франшиза, то есть что привело к ее появлению, что было с мобильными планетариями, как вообще эти услуги развивались. То есть сейчас я объясню, какие собственно функции франшизы виртуальной энциклопедии позволили ей стать франшизой, почему этого не было сделано, когда это было в планетариях. Прежде всего, самое основное, то есть то, что виртуальная энциклопедия поддерживает 30 зрителей одновременно, это пришло наследие из планетариев, чтобы работать с одним классом сразу в школе, но при этом можно работать не с 30, можно работать хоть с 10 устройствами и обслуживать класс по очереди по 10 человек. Это очень сильно влияет на заработок в час, то есть вы одновременно продаете билет 30 детям и они одновременно смотрят какой-то сеанс. Если сравнивать с другими VR-аттракционами какими-то, то есть VR-франшизами, то обычно можно использовать как бы аттракцион либо одному, очень много однопользовательских, либо, если это групповая игра, то там 3, 4, 5, иногда бывает до 8 человек, но это очень редко и дорого. А здесь 30 человек одновременно платят за билет и собственно получают услугу. Как это работает? Наш франчайзи приезжает в школу, как я уже сказал, то есть предварительно договаривается о сеансе, приезжает в школу, проводит демонстрационные показы для детей сначала, если детям все нравится, все окей, им всегда все нравится, то есть демо-показы нужны для того, чтобы большее количество детей пришло на сеансы, когда вы приедете, и на второй раз уже после того, как проведена презентация, сделаны договоренности, наш франчайзи приезжает в школу, достаточно, опять же, одного человека, но можно ездить вдвоем, то есть так будет быстрее и надежнее, но у одного человека можно работать и большинство наших партнеров работают именно на базе одного оператора, как это было у нас в Планетарии. Собственно, раздаются очки виртуальной реальности, включается на них наше приложение вместе с учителем или с детьми, выбирается фильм, который будут смотреть дети и запускается сеанс. Сеанс запускается на iPad. iPad является, планшет является сервером и он отдает команду всем устройствам по локальной сети без интернета на запуск какого-то фильма. Оператор с планшета может контролировать все, что происходит на очках. Он видит состояние каждой гарнитуры, на какой секунде стоит фильм, температуру устроит для того, чтобы избежать каких-то перегревов, нештатных ситуаций. И можно, если там что-то где-то рассинхронизировалось, то одним нажатием клавиш все это дело привести в соответствие. Звук подается из общих колонок, дети слышат друг друга, как я уже сказал, это создает ощущение общего присутствия. Как правило, в школе проводится не один сеанс, а несколько сеансов для, собственно, всех желающих классов. Если это городская школа, то средняя явка на сеансы составляет от 30 до 50 процентов в зависимости от того, как вы поработали с этой школой. То есть, как вы провели презентации, как вы поговорили с лидерскими комитетами, может быть, с учителями, с детьми и так далее. Я чуть более подробно расскажу, как можно еще увеличивать явку на сеансы, то есть, что у нас для этого есть и что используется. Вижу вопрос в чате про iPad. Да, это именно iPad. Это продиктовано рядом соображение, прежде всего из соображения безопасности контента, потому что операционная система iOS защищена от взлома сама по себе, плюс наши фильмы защищаются шифрованием. Получается, мы имеем двойную защиту нашего контента на планшете. Поэтому, да, именно iPad используется в этих целях. Ну, не говоря о том, что iPad стабильнее немножко работают, чем в среднем планшете на Android за счет как раз 5G операционной сети. Не будем спорить о том, что лучше iPad или Android, сам я пользуюсь Android, но для проекционной системы, для виртуальной энциклопедии мы используем iPad, это лучше. Вот. Собственно, так проходит сеанс. Что еще входит во франшизу? Мы продаем франшизы только эксклюзивно на территорию, то есть у нас есть только один партнер по оказанию услуг на территории одного там города, района, региона, это может быть, или даже целой страны. То есть сейчас мы заключили договор на Грецию, там будет один-единственный представитель на всю страну на Грецию, да, то есть он уже там дальше сам будет нанимать себе сотрудников, работать с ними, но тем не менее на территории его страны больше никто работать не может. что касается России, то здесь максимальная территория, которая точно в одних руках там пока что на сегодняшний день это область, да, то есть больше одной области, пока никого, а нет, есть уже область плюс город, соседние области, но не суть важна, то есть территория может быть любой, то есть это может быть половина города, это может быть кусочек города, это может быть несколько маленьких городов, один большой город, то есть все, что угодно, все, что захочется. Но основной принцип в том, что если один человек убил право работать на территории с выездной франшизой, уже никакой другой человек этой территории работать не может. И наше правильное обеспечение позволяет контролировать нарушения территории. То есть если какой-то партнер произвел сеанс на территории чужого партнера или даже на свободной территории, где пока что нет партнера, нашему менеджеру по развитию приходит уведомление на почту о том, что нарушена территория. Соответственно, мы проверяем, действительно ли это было так, и принимаем какие-то меры для того, чтобы подобного вред не происходило. И в целом у нас нарушения территории по сети сознательных, осознанных, таких практически не бывает. То есть партнеры в основном прекрасно понимают, как это все работает. По вопросу «один на всю Москву» нет, одному человеку на всю Москву, наверное, будет многовато, хотя в зависимости от того, что это за партнер, что это за компания. То есть можно рассматривать приобретение всей Москвы, если есть достаточные ресурсы. Здесь мы касаемся одного достаточно тоже важного фактора. То есть мы не продаем франшизу без персонального собеседования. Собеседую всех партнеров лично я сам до сих пор, спустя два с лишним года после запуска франшизы. Для чего? Для того, чтобы быть уверенными, что мы берем в сеть именно тех партнеров, которых хотим видеть в сети. Потому что франшиза – это такая бизнес-семья, в которой либо мы, условно говоря, смотрим в одном направлении и движемся к одним целям, примерно у нас схожие идеалы какие-то, то есть понимание, зачем мы этим занимаемся. И тогда у нас происходит постоянный обмен опытом, то есть франшизы не боятся конкуренции друг от друга, так как у каждого своя территория, они смело делятся опытом, смело делятся наработками. И, собственно, это все усиливает каждого участника. А если набирать, собственно, всех подряд, то есть могут попасться разные люди какие-то, которые могут токсично влиять на общество, на сообщество франчайзи, и, соответственно, из этого ничего хорошего не выйдет. Поэтому у нас в франшизе ручной отбор партнеров, и кроме того, что мы проверяем партнеров, так скажем, на адекватность, то есть на адекватность – это очень субъективное понятие, но тем не менее мы его в своей франшизе используем. Кроме того, естественно, мы выясняем бизнес, опыт партнера есть он или нет. То есть необязательно иметь бизнес-опыт, то есть можно и на работе научиться работать, может быть, просто у человека глобальная мотивация, и это будет первичнее опыта. Но тем не менее это все важно, да, то есть есть человек с отсутствием бизнес-опыта, который не понимает, как вести этот бизнес, которому очень много придется учиться, приходит и говорит, что я хочу работать во всей Москве, или просто в городе-миллионнике, то, скорее всего, мы с ним договоримся о том, чтобы он начинал стартовать с небольшого какого-то города, либо кусочка района своего города, показал там эффективность, и если все будет хорошо, все будет получаться в какой-то определенный период времени, то, соответственно, тогда человеку дадим возможность расшириться на всю остальную интересующую его территорию. Если у нас конкуренты, прямых конкурентов у нас нет вообще, причем не только в России, но также и в мире. То есть есть определенные конкуренты, которые, собственно, все наши конкуренты, это те, кто залазят в карман к родителям детей с какими-то услугами. То есть все, что работает в школе, например, то есть какие-то приезжающие театры, выставки, научные шоу, мобильные планетарии, собственно, не знаю, там, шоу мыльных пузырей, молекулярная кухня, робототехника, репетиторы даже на самом деле, да, то есть школы танцев, музыкальные школы, все, на что тратятся деньги родителей, детей, в сторону их развлечения познавательного, либо образования, это все наши косвенные конкуренты, это надо понимать. Вот именно прямых конкурентов как таковых, их нет. То есть есть попытки у каких-то ребят там, собственно, заезжать в школы с китайскими очками и показывать демо-ролики с андроида, там, с, не знаю, с ютуба и так далее, но это, мне сложно назвать это конкурентами, то есть это, как бы, скажем так, конкуренция между запорожцевым и Мерседесом, то есть здесь абсолютно очевидно, что, как бы, конкуренция неадекватна, да, то есть и любому здравоохранительному человеку сразу понятно, в кучу пользу делать выбор, а если человеку важно именно максимально низкая стоимость сеанса и неважно качество, он даблет просто не наш клиент. Виар-кинотеатры не являются нашими конкурентами, потому что виар-кинотеатры работают стационарно, они стоят на одном месте в торговом центре, работают на входящем трафике и потоке. Я не встречал виар-кинотеатрах, которые бы работали по передвижной модели, собственно, и виар-кинотеатрах контент, как правило, не познавательный, развлекательный, и в сфере развлечений, как бы, там как раз очень высокая конфронтация и конкуренция, в сфере образования и эдютеймент, как это, ну, модное западное слово, эдютеймент это интертеймент, это эдюкейшн, то есть два слова сведены в одно, о развлечении, вот в этой сфере конкуренции значительно меньше. Есть в мире аналоги, то есть, допустим, MelScience, компания с русскими корнями, базирующаяся в Лондоне, которая делает химические опыты, которые можно пощупать руками, и к каждому опыту они делают небольшой, там, на 2-3 минутки ролик в очках виртуальной реальности. В китайских, в простых очках, но тем не менее это что-то подобное, компании очень хорошие, они хорошо двигают свой продукт, и, на мой взгляд, чем больше таких компаний будет, тем лучше. То есть конкуренции мы не просто не боимся, мы приветствуем, хлопаем в ладоши, когда кто-то выходит на рынок виробразования, потому что это в целом ведет к достижению наших целей, к популяризации виробразования. Левическое отступление закончено, расскажу дальше, что еще входит во франшизу. Естественно, у нас за тот срок жизни франшизы, который прошел, набралось огромное количество всяких разных маркетинговых материалов, то есть это уже оформлено где-то месяцев 8 назад в полноценный бренд-бук, то есть руководство для дизайнеров о том, как пользоваться фирменным стилем франшизы, как делать различные рекламные материалы, если их нет в пакете, нужны какие-то свои эксклюзивные. Собственно, идентика компании переработана, то есть у нас был визуальный ребрендинг, как это, собственно, не ребрендинг, получается, рестайлинг, правильно сказать. Первый наш логотип делал на студии Артемия Лебедева в 2017 году. Он вызывал неоднозначную реакцию, но тем не менее верой и правдой послужил нам полтора года. И вот в конце прошлого года мы сделали собственный логотип уже внутри компании штатными сотрудниками. У нас работает потрясающий гениальный дизайнер, собственно, который руководил разработкой всего фирменного стиля, и все полностью маркетинговые материалы были переработаны полностью и переделаны в более современный стиль, то есть каждый год что-то новое добавляется, переделывается и так далее. То есть что такое брендбукер, мы всем понятны. У нас он достаточно объемный, и чуть подробнее я остановлюсь на маркетинговых материалах с поддержкой дополненной реальности. Что это такое? Это афиши, каталоги, линейки, сувенирные какие-то, закладки, листовки, которые поддерживают дополненную реальность. Когда мы приезжаем в школу с сеансом, наш партнер, он развешивает афиши по школе, как правило, и в какой-то момент мы решили, почему не сделать эти афиши живыми. На афише размещен QR-код, по которому ребенок может навести телефон и скачать приложение с дополненной реальностью. И когда он наводит телефон с этим приложением, у него начинаются интересные какие-то штуки. То есть может всплыть, допустим, планета, которую можно покрутить, развернуть, изучить, почитать какую-то информацию. Все это объемно, красиво, здорово. Это может быть викторина, которую можно пройти и получить после сеанса виртуальной энциклопедии какой-то небольшой сувенирный приз. То есть, как правило, это сувенирные линейки или значки. То есть какая-то такая сувенирка с символикой компании, символикой космоса или еще чего-то познавательного. Что происходит, когда живая афиша появляется в школе? Первый ребенок узнал, увидел, пошел и сказал другому, собирается толпа. Собственно, эта толпа окружает афишу, все наперебой пытаются посмотреть, что происходит, что там появится на телефонах. И после сеансов у детей остаются вот эти вот сувенирные всякие винеечки, наклеечки и так далее, которые тоже работают с дополненной реальностью. То есть после нашего отъезда у детей еще остаются сувениры, с которыми они могут играться. Это очень сильно увеличивает повлеченность детей в процесс и явно на сеансы. Не забудьте рассказать, как у вас успехи в городах до 100 тысяч человек. Прекрасные успехи в городах до 100 тысяч человек. Хорошее дополнение. Я чуть позже только на этом остановлюсь. Каталог фильмов. Что же показывают наши партнеры детям в школах? Это 58 на текущий момент фильмов. По-моему, 58, может быть, уже 60 с чем-то. Несколько важно. В ближайшее время расширится ближе к 67, наверное. 67-70 появится. До сентября, я думаю, что мы их добавим. Это образовательно-развлекательная тематика. Это 29 языков. Не каждый фильм есть на 29 языках, но совокупно на 60 шоу. 29 языков. То есть можно показывать в языковых школах, что-то на английском языке, немецком, французском, инди, что угодно. То есть различные науки, как я уже сказал, биология, астрономия, физика, естествознания. Это основа нашего каталога, эти 4 науки. Но также есть и какие-то короткие развлекательные ролики, которые можно показывать после основного сеанса, для того, чтобы закрепить яркий эффект у детей, что им прям очень понравилось. То есть что-то яркое, зрелищное. То есть в планетариях мы использовали, допустим, ролики с акулой, которая стучится в стенку планетария, якобы это стеклянный купол, или что-то про микробов, яркое, красивое, красочное. То есть в виртуальной энциклопедии мы используем, американские горки, в ближайшее время динозавры для этой цели появятся. То есть сейчас есть ролик о подводном мире, тоже красивый, который можно в дополнение показывать. Кто производит этот контент и в чем, собственно, разница между нашим контентом и то, что можно открыть там Oculus, магазин и посмотреть с обычных каких-то приложений. Контент производят, большинство контента инопланетарного производят студии, которые делали контент для планетария. В чем прелесть этого контента? Это очень высококачественный контент. Купола планетария порой бывают по 30 метров, то есть, соответственно, чтобы на такой купол делать картинку, изначальное качество этой картинки на текущий момент существует до 12К разрешения. Естественно, в очках Oculus мы даем разрешение меньше, то есть 2К, но контент, который изначально прорабатывался из такого разрешения, он очень детальный, очень яркий, естественно, очень вовлекающий, анимационный контент в основном. И эти студии, которые делают контент для планетариев, продают его большим планетариям, прежде всего, за цену примерно от 10 до 30 тысяч евро за годовую лицензию. Для малых планетариев там, где это продается в России, в СНГ, в Азии это не продается, то есть только в Европе и в Америке в основном, лицензия на одно шоу стоит примерно 3-5 тысяч евро. Соответственно, что сделали мы? Мы пришли к этим студиям много лет назад и сказали, ребят, вы, конечно, можете сидеть и продавать там несколько раз в год за 30 тысяч евро лицензию планетарию, можете продать многим тысячам, собственно, детей по одному маленькому сеансу и получить те же самые деньги, может быть, и значительно больше. И мы изменили модель ценообразования на этом рынке, то есть сейчас у нас есть возможность в каталоге покупать шоу по показам. То есть вы можете купить 5 показов, например, шоу, которое, если вы его покупали целиком, на год лицензию стоило бы вам пару тысяч долларов, 3 тысячи долларов, то вы можете купить 5 сеансов за, собственно, 5 долларов каждый. То есть 25 долларов, и у вас есть 5 сеансов. Сеанс – это воспроизведение на 30 человек единовременно. То есть за воспроизведение на 30 человек оплата там 3-5 долларов. Это совершенно иная модель ценообразования, которая позволяет иметь в каталоге огромное количество шоу и не тратить при этом огромное количество денег. То есть вы можете условно там за тысячу долларов накомплектовать себе 50 шоу в каталоге, и когда вы приезжаете в школу и спрашиваете за учебу вас, что вы нам сегодня покажете новенького, у вас всегда есть ответ на вопрос, который можно выбрать из десятков различных шоу. Как-то так. Собственно, в каталоге примерно 30% шоу доступны бесплатно по бессрочной лицензии. То есть за них платить не нужно ничего и никогда. Остальные шоу по разной стоимости сейчас есть от 1,5 долларов до 5 долларов за сеанс. Основное, почему франшиза стала возможной, почему франшиза была невозможной во времена планетария, о чем я обещал рассказать, это система статистики для бизнеса. Я считаю, что это одно из самых главных преимуществ нашей франшизы относительно других типов бизнеса. То есть все, что происходит с оборудованием и программным обеспечением, фиксируется в системе статистики. Какое у этого практическое применение? Собственник франшизы может сидеть на пляже в Таиланде с маленьким ноутбуком и видеть в системе статистики, что сейчас в далеком Челябинске, например, у него, точнее, если Челябинск тогда не в Таиланде, а в Турции, собственно, сидит человек в Турции, смотрит на экране статистики, что происходит в его Челябинске, сколько сеансов сейчас в данный момент проведено, сколько детей на каждый из этих сеансов пришло, что они смотрели и так далее, то есть что произошло за неделю, за месяц. То есть это позволяет вам нанимать абсолютно незнакомых людей. Проблема многих планетариев мобильных была в том, что почему, собственно, не было аналогов нашей сети, планетария, было в том, что люди постоянно пытались нанять кого-то знакомого, потому что когда вы работаете с детьми где-то в далеких городах, деревнях, то есть куда-то вы езжаете, невозможно контролировать, что там происходит. То есть прошло там 10 зрителей или 50. вы звоните в школу, спрашиваете, сколько там зрителей прошло. А завучу уже попросил водитель, оператор, как бы ваш не говорит, сколько именно детей прошло, то есть и шоколадку ей подарил. И вы никогда не узнаете, сколько на самом деле детей было на ваших сеансах, если вы собственник мобильного планетария или чего-то подобного. В нашем случае каждый сеанс, все, что происходит, фиксируется, записывается и складывается в систему аналитика. Это, поверьте мне, очень важно для того, чтобы вы никогда не парились о том, если, допустим, вы инвестор и просто купили эту франшизу, чтобы на нет людей они там работали, то идеальный вариант, вы будете видеть все, что происходит, и вас будет невозможно практически обмануть. Конечно, есть нюансы, мы об этом тоже детально, каждому лично можем рассказать, то есть какие еще вещи нужно учитывать. Ну и вкупе с системой статистики у нас есть собственная CRM-система, о которой я уже говорил, содержащая полную базу данных по образовательным учреждениям России, функционал планирования графиков, расчетов километражей, сам CRM-функционал и так далее. У нас есть академия собственная, то есть система дистанционного образования, в которой доступны, собственно, куча материалов, очень подробнее потом об этом расскажу, все от инструкций по быстрому старту бизнеса, собственно, заканчивая какими-то юридическими шаблонами документов, всеми записями вебинаров, которые когда-либо были, тренингов, обучающих именно внутри нашей компании, по нашей специфике проводящихся и так далее. То есть если у нас происходит какое-то событие, которое важно для всей сети, например, внедрение онлайн-касс, то мы находим специалиста, который приходит к нам и ведет вебинар для партнеров сети по поводу того, как выбрать онлайн-кассу, от чего вам нужно зависеть от выбора и так далее. То есть для, естественно, франчайзи этот вебинар бесплатный, то есть этим занимается управляющая компания, допустим, непосредственно организация подобных вещей. И каждый партнер, который подсоединяется к сети, он обязательно в порядке должен пройти обучение в этой академии, изучить все материалы, и также ваши сотрудники тоже, как правило, проходят обучение, и у нас есть непосредственно менеджер по развитию франшизы, то есть за каждым партнером закрепляется персональный менеджер, у нас их два, которые работают постоянно с сетью, это кладезь информации обо всем, что происходило и происходит в сети, и они помогают обучить сотрудников в том числе, да, то есть мы обучаем менеджеров по продажам, ни в коем случае не продажам, только специфики наших продаж, операторов, которые проводят сеансы, и также собственников франшизы. И, собственно, техническая поддержка – это база знаний по работе с оборудованием автоматическое, в которой можно с помощью поиска найти решение на какие-то стандартные проблемы, вопросы и так далее. Персональный менеджер, как я уже сказал, закрепляется, то есть есть техническая поддержка по телефону, имейлу, телеграмму, скайпу, там, и бизнес-поддержка, то есть у нас есть два направления поддержки – бизнес-консультирование и техническая. И, пожалуй, последний нюанс франшизы – есть три типа франшизы – стационарная, передвижная и мастер-франшиза. Я все это время вам рассказывал о передвижной модели, когда партнер, франчайзе может работать со всеми образовательными учреждениями, ну или развлекательными, как угодно, на своей территории. Стационарная франшиза, она подходит для каких-то детских центров. То есть если у вас есть свой детский центр, куда приходит какой-то определенный трафик, то вы можете купить право работать с виртуальной энциклопедией по строго обозначенному адресу. Это, естественно, дешевле, чем передвижная франшиза, но вы не имеете права оказывать услуги за пределами этого адреса. И такие стационарные франшизы могут находиться на территориях передвижных франчайзе. То есть они не составляют конкуренцию, напротив, они укрепляют бренд. Потому что когда ваша стационарная точка стоит и работает, про нее знают дети в школах, и они могут прийти туда, собственно, и получить какую-то услугу вне уроков, когда к ним виртуальный панетарий не приезжает. Обратная сторона, то есть для передвижного франчайзи бонус в том, что когда его ученики, которые к нему ходят, ездят по городу и видят рекламу с стационарной точки, то, соответственно, они также крепятся восприятия бренда, они помнят о том, что «а вот к нам в школу такая штука приезжала, а скоро еще раз приедет, это классно». То есть это такая синергия, которая обладает поддерживающим эффектом и также не имеет конкуренции. И третья сущность, которая в России неприменима, но я думаю, что здесь могут у нас быть на рубинаре люди из СНГ, то есть из других стран, там мастер-франшиза применима. Это такой формат, когда один партнер покупает право работать, право, точнее, быть дистрибьютором на какой-то большой территории, то есть может быть кусок страны, регион, целиком страна какая-то, да, то есть и, соответственно, там уже выступать нашим партнерам, помогать нам обучать своих локальных франчайзи, то есть развивать их, помогать им стартовать и так далее. Есть такой формат, но здесь мы, наверное, подробно останавливаться не будем, это все индивидуально. И что нужно по оборудованию последней у нас франшизы, да, то есть это могут быть VR-карнитуры Oculus Go, либо Samsung Gear VR. Собственно, серверная часть обеспечивается планшетом iPad, как я уже сказал, вам нужна будет акустика на 90 ватт или более. Как правило, мы используем колонки, либо портативные колонки, многие из наших партнеров используются удобно, по весу очень легко, и дают достаточный звук, либо 2.0, то есть две колонки без обуви. Wi-Fi роутер для обеспечения локальной сети, то есть, повторяю, еще третий раз, это важно, как бы не требуется доступ к интернету. Собственно, вот и все. И мы рекомендуем начинать не менее чем с 15 комплектов очков. Вот. Собственно, цифры. Пройдусь немножко по тому, что же во франшизе происходило, происходит и к чему мы пришли за два года деятельности. Вот за последний год, за два года, к сожалению, у меня сотрудники не успели подготовить точную цифру, сколько там прошло сеансов. За последний год 191 181 ребенок посетил наши сеансы в Российской Федерации за прошедший год. 228 рублей составляет средняя цена билета в Российской Федерации. То есть, меньше 200 рублей никто из наших партнеров не работает, многие работают по цене 250, и, как видите, средняя цена, она даже получается выше, чем 225, то есть, получается, чуть больше половины партнеров, работают по цене выше 200 рублей. 3-4 недели – это среднее время для запуска нового партнера сейчас. Если вы помните, в начале вебинара я говорил о том, что на старте нашей франшизы порядка двух месяцев уходило у франчайзи на старт, сейчас это время сократилось до 3-4 недель. С чем это связано? С тем, что когда франчайзи попадает в общий чат, где очень много партнеров, то есть, у него есть возможность очень быстро задавать разные вопросы, есть возможность менеджеры по развитию бизнеса, они стали сильно опытнее, запускают, помогают партнерам запускаться быстрее и так далее. Сколько стоит у Google с Google, где можно купить, это отдельный вопрос. Кто-нибудь из менеджеров, пожалуйста, ответьте в личку Михаилу. Собственно, 3-4 недели, да, это важно, что это очень быстро. Таким образом, сейчас у нас август, работа со школами плотная начинается с конца августа, начало сентября, то есть, те, кто к нам присоединяются в начале августа, имеют возможность к сентябрю полностью подготовиться, то есть, закупить оборудование, пройти обучение в академии, нанять персонал и так далее, всю эту работу уместить, сделать и стартовать уже к сентябрю. Интересная цифра, 5 кандидатов, максимальный конкурс, который у нас был на покупку одного города. Я уже говорил, что франшиза продается не обыкому, да, то есть, и каждому встречному точно мы не продаем, вот, и часто встречаются ситуации, особенно на крупные интересные города, когда за право открыть франшизу, не то что бьются несколько человек, они друг друга не знают и не видят, собственно, да, то есть, мы с ними ведем переговоры, но мы вынуждены выбирать, порой между партнерами, и вот 5 человек, был конкурс на город Ростов-на-Дону, среди этого конкурса было двое человек, уже существующих наших партнеров, и трое с внешнего рынка. Мы продали того партнера, которого считаем наиболее перспективным, да, то есть, и, соответственно, выбор был местами непросто. Собственно, в номинации «Хороший старт», есть у несколько цифр, один из партнеров в первый месяц после, следующий после покупки, то есть после запуска, обслужил 1433 зрителя. Простой математикой мы получаем приблизительно 300 тысяч рублей валовой выручки. Рентабельность нашего бизнеса, она может быть очень разной, начинается где-то от 40% до 70%, да, то есть в зависимости от того, сколько у вас сотрудников, есть ли у вас или нет, у вас офисы, транспортные расходы, аппетчики для вещи. 3030 зрителей, это максимально обслужил партнером на второй месяц после покупки франшизы. Здесь уже валовая выручка 600 тысяч рублей, если цена билета 200, и 750 тысяч рублей в месяц, если цена билета 250 рублей. Немножко рекордов нашей сети, то есть 4774 зрителя, это сейчас максимальное количество за месяц, это количество было достигнуто в апреле 2019 года буквально недавно одним из наших партнеров. Я, к сожалению, не буду говорить, кто где, то есть как это общий вебинар, то это в принципе не важно. 954 тысячи 800 рублей при цене билета 200 рублей, это валовая выручка этого партнера за этот месяц. 3057 зрителей обслужил партнер максимально в летний месяц, то есть так как у нас основной фокус в работе со школами, то мы меряем наши метрики с сентября по июнь. Июнь это такой же рабочий месяц, потому что там есть и школьные лагеря, и посещаемость детей такая же, как в школах. А июль-август это такие месяцы, когда школы не работают, и нужно искать какие-то альтернативные сегменты, с которыми можно работать. Вот максимальное количество в нашей сети 3057, это вот июля этого года у одного из наших партнеров. Максимальное количество докупания франшиз, то есть как бы три новых франшизы докупил один из наших партнеров после своего старта. Так, вижу пару вопросов. Есть ли информация о сертификации гарнитур ОКУ по медицинским показателям в рамках таможенного союза? Смотрите, сертификация на Samsung Gear VR есть, это абсолютно та же технология, работающая на абсолютно том же программном обеспечении. То есть те же самые дисплеи, там все то же самое, только дороже. На него есть сертификация в рамках таможенного союза, Oculus Go, на текущей момент сертификации его ведется, но она еще не завершена и, соответственно, ее нет. Регионы по рекордам. Регионы по рекордам, я тут, собственно, как бы такую информацию не готовил, то есть в среднем, в 2019 году, в апреле 10 или 12 наших партнеров перешагнули количество в 2000 человек в месяц. 2000 человек в месяц мы считаем таким хорошим, оптимальным результатом. И, собственно, еще по докупкам франшиз, треть наших партнеров докупала вторую или более франшизу. По Академии, вот я обещал более подробную информацию, в Академии на данный момент 20 часов записи вебинаров и видеотренингов, собственно, почти сутки смотреть, 38 курсов по 16 темам непосредственно по организации бизнеса, там есть тексты, есть микровидео, коротко объясняющие какие-то вещи, есть интерактивные тесты по пройденному материалу, очень много разной информации, и полное ее изучение занимает 2-3 полных дня работы над Академией. 32 методических пособия для учителей, чтобы провести урок после фильма, также соответствующийся в Академии. Что это такое? Мы приезжаем, включаем сеанс, дети посмотрели сеанс на какое-то тело, мы собираемся и уезжаем. Но мы оставляем после себя методическое пособие для учителя, по которому он может провести с детьми занятия по пройденному материалу. То есть в этом случае пользу получает также и учитель, допустим, начальный класс, то есть средней школы. У него есть готовый урок, готовый план урока, причем урока интересного, базирующегося на VR-опыте. Как дела с автономностью Окулуса? Тоже не понял, что вы имеете в виду. Можно ли купить франшизу в рассрочку в городе 200 тысяч населения? На 200 тысяч населения франшизу в рассрочку купить нельзя, к сожалению. Это такой размер, в котором рассрочка вряд ли будет уместна, но вы можете поговорить с нашими менеджерами, если вы нас чем-то удивите и объясните, почему мы должны продать франшизу в рассрочку, может быть, мы с вами это обсудим. Мы обычно открыты к разговору. Аккумуляторов надолго ли хватает? Оставим это на секцию «Вопросы и ответы». Тут длинный ответ будет в двух словах «Да». И, собственно, кроме металлических пособий, один раз в месяц минимум проводится анализ работы каждого партнера с персональным менеджером. То есть мы собираем постоянно обратную связь, чем мы можем быть полезны, какой информации не хватает, может быть, добавить каких-то курсов, экспертиз, чего-то еще. То есть, может быть, связать с кем-то из более успешных партнеров, либо с кем-то из партнеров, кто, может быть, и менее успешен, но у него есть какие-то решения вопросов, которые нужны этому партнеру. То есть вся эта работа происходит в постоянном режиме. И менеджер по развитию франшизы у нас является, как я уже сказал, святоточием информации вообще по всему, что происходит в сети. То есть он может ответить почти на любые вопросы. Собственно, мы подошли к финансовой модели. Давайте мы с вами сейчас проведем микроопрос. То есть я сейчас могу ответить на какие-то парочки вопросов по текущему моменту, потому что финансовая модель – это совершенно другая часть вебинара. Кто хотел бы рассчитать финансовую модель на свой город, напишите в чате, не знаю, там, цифру 7, для того, чтобы было понятно. У кого есть вопросы, давайте я пока наотвечаю на вопросы. Поотвечаю. Так, надолго ли хватает аккумулятора? Аккумуляторы Окулуса – это сразу ответ на вопрос про перегревы. То есть так получается, что Окулусы сделаны из не самого лучшего железа, к сожалению, но зато их стоимость всего 200 долларов США. И, соответственно, аккумуляторы в Окулусах действительно имеют склонность гореться. Для того, чтобы этого не происходило, мы пользуемся следующим лайфхаком. То есть мы используем пауэрбанки, которые подключены к Окулусам, и в режиме сеанса Окулус не разряжает свою батарею, то есть он использует питание пауэрбанка. Соответственно, это приводит к тому, что аккумулятор внутри самого Окулуса греется меньше. Это немножко противоречит некоторым законам физики, с одной стороны, а с другой стороны практика показывает, что оно так работает. Не будучи физиком, не могу подробно вам, к сожалению, ответить, почему оно происходит именно так. Франчайзи в Москве у нас нет, потому что Москву мы долгое время вообще держали закрытые для продаж под специальный проект, не могу сказать, чего и кого, и зачем. Специальный проект мы решили не делать, и на текущий момент мы планы на Москву так и не подаем, несмотря на то, что я живу в Москве. И, соответственно, могу здесь хоть и сам этим заниматься, но Москва не входит в сферу наших принципиальных интересов. Москва – это отдельная сторона внутри страны, здесь немножко другие правила работают. И если хотите, можете сами это отдельно подождите. Так, я вижу один запрос на расчет финмодели Сергея. Напишите, пожалуйста, что у вас за город и его население. Спасибо. Коллеги, у нас есть партнеры в Йошкарале или нет? Насколько я помню, нет. Алексей. Окей, спасибо. 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 Екатеринбург занят полностью. Это докупка одного из наших существующих партнеров. Его купили буквально недавно, и работа в нем запускаться будет с сентября. То есть, пока работа там не началась, его забронировали и купили еще в апреле на перспективу. Вообще, что касается территории, конечно, в России территории свободных осталось уже достаточно мало, но больше половины. Скажем так, все основные города-миллионники уже заняты. В Ставропольском крае есть, по-моему, какая-то свободная часть края. Коллеги, поправьте меня, если я не прав. Так. Подскажите, пожалуйста, видно ли вам экселевскую табличку? Сейчас я сделаю ее поменьше немножко, чтобы мне и ваши вопросы видеть, и иметь возможность финмодель считать. Итак, мы считаем Йошкар-Ролу. Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, население города Йошкар-Рола. 250 тысяч. Итак, смотрите, у нас финансовая модель, что вы сейчас видите, это, я бы ее так назвал, наша внутренняя закрытая профессиональная финмодель. То есть она не слишком простая к пониманию, но я вас проведу сейчас через нее. То есть она создана для того, чтобы через нее идти вместе с менеджером. Мы начинаем с правой колонки. Заполнять мы будем только верхнюю часть таблицы до желтой полосы. Все значения в нашей модели в рублях. Собственно, сверху мы заполняем определенные данные. Сергей, мне нужна будет ваша помощь для того, чтобы модель посчитать. В детских садах работать можно в подготовительных группах. По нашему опыту это все происходит по желанию самих родителей и детей. То есть решение о том, пойдет ли ребенок на сеанс виртуальной реальности, принимают родители. Итак, население 250 тысяч человек. Мы вбиваем справа в табличку, в графу инвестиции, население и территория, 250 тысяч человек. И, собственно, есть возможность сделать расчет на самое разное количество гарнитур для старта. Сергей, какое количество вы хотели бы рассчитать для старта? То есть набора 250 тысяч человек, я рекомендую начинать с 10, с 20, то есть 30 комплектов за 7 дней обязательно на старте. 20, окей. Смотрите, то есть инвестиции получаются у нас следующие. Паушальный взнос, то есть это взнос за вход в бизнес и за население вашей территории, то есть чтобы вы там были одним представителем, составляет 400 тысяч рублей. Стоимость оборудования 20 гарнитур составит 430 тысяч рублей. Сюда входит стоимость очков Oculus Go в количестве 20 штук, планшет iPad, колонки, роутер. Собственно, все то, что я описал в необходимом оборудовании. Все эти стоимости у нас в таблице по умолчанию забиты, поэтому здесь все сразу суммируется. Следующий столбец, который мы заполняем, это сотрудники и постоянные расходы. Давайте с вами пофантазируем, будете ли вы работать самостоятельно, либо нанимать сотрудников. Если нанимать сотрудников, то я расскажу. Для работы необходимо два сотрудника. Первый – это менеджер по продажам. Второй – это оператор, который будет производить сеансы непосредственно в школах. Менеджеров лучше брать с опытом продаж каким-то, то есть с пониманием, что такое продажи. Оператора виртуальной энциклопедии можно брать любого практически человека, который дружен с гаджетами. Так как Oculus – это в принципе есть гаджет на андроиде, то если человек понимает, как работает андроид, не до кодов, естественно, до юзера интерфейса, то есть базового решения проблем, понимает, как работает Wi-Fi, опять же в пользовательском смысле и понимает, как работает iPad, человек сможет работать на этой должности. Кроме этого, необходимо, чтобы он был хотя бы чуть-чуть коммуникабельнее, потому что с детьми и с завучами, с учителями он все равно придется работать. У нас есть две части зарплаты – окладная часть и бонусная часть. Так, Сергей, будем ли мы в вашу воображаемую франшизу нанимать персонал? Если да, то кого и сколько фиксированной кладной части по вашему городу будет нормальной заработной платы? Напишите в формате менеджер 20 тысяч рублей. Оператора будем нанимать? Если будем, то напишите также оператор, там сколько тысяч рублей фиксированная часть. Ну, собственно, менеджеру 20 тысяч и стоит здесь. 15 тысяч мы ставим фиксированная зарплата оператора. Есть бонусная часть, то есть мы рекомендуем платить с оборота какой-то процент как менеджеру, так и оператору. Рекомендованные цифры вы видите на экране. Бонус менеджеру мы предлагаем ставить в районе 5 процентов. Бонус оператору хотя бы пару процентов добавлять. Почему? Потому что оператор должен быть заинтересован в том, чтобы сеансов было много. Иначе оператор начнет уставать, то есть если он будет получать у вас только фикс, то провел один сеанс, провел второй, третий проводить надо. Он уже устал, например, по чему-нибудь, я не знаю, там жарко в классе, да, то есть он устал. И его начинают напрягать дети, которые приходят. А это все откладывает отпечаток на имидж компании, на ваш имидж, да, то есть на ваши договоренности, на детский, собственно, на опыт посещения и так далее. Ок, я так понимаю, что оставим эти цифры, как они есть, да. Третий, четвертый, пятый вопрос, да, то есть аренда офиса. Будете ли вы арендовать офис, в котором будет сидеть ваш менеджер, либо работать в режиме home office, тогда поставим ноль. Окей. Связь, канцелярия в месяц, собственно, телефон, по которому будет звонить менеджер, как правило, тут хватает обычного тарифа для физлиц, с каким-то там, либо безлимитом по городу, либо по региону, либо там каким-то, я знаю, там, небольшим тарифом корпоративно, как есть. Окей. И полиграфическая продукция, ну, здесь, собственно, она зависит напрямую от количества ваших сеансов, но ее все равно здесь стоит учитывать, то есть сеансов очень много, здесь цифры повыше ставятся. Ну, на 3 тысячи рублей, как правило, можете напечатать на весь месяц, как бы, ну, это вот из наших реалий, таких тысяч более чем хватает. Все, мы заполнили колонку вторую с фиксированными расходами, у нас остается колонка номер 3, она же левая, первая, так уж, вот, задуманный период, в принципе, модель сложилась, собственно, входные данные по билетам и по самой работе. Окей, вижу, ответ 200. Когда мы проводим сеансы в школе, там, либо в другом образовательном учреждении, мы пользуемся помещением, находящимся внутри муниципальной собственности, и, соответственно, мы, как правило, оплачиваем арендную плату за пользование помещением. Вот, часто удается договориться о том, чтобы это был процент от общих сборов в школе, да, то есть, ну, иногда это будет фиксированная цифра, но она, как правило, не превышает 10-15, там, процентов от общего времени от выручки. Вот, если есть правки, то можно поставить какую-то другую цифру, но это обязательно нужно учитывать финансовые модели, аренду, да, то есть, даже если вы будете работать с каким-то, там, кафе, там, да, то есть, чем-то еще, то парками, отдыхом, какими-то, везде можно договориться за процент, как правило. Вот, левую колонку оставляем. Ну, тем не менее, оставляем, не оставляем, я поедусь по ней объясню, да, то есть, что, что значит, и если какие-то еще комментарии будут, то поправите меня. Количество сеансов в день. Здесь написано 6, объясню, почему так написано. Многие школы в России сейчас учатся только в первую смену и отменили вторую смену. То есть, считается местами, что утром дети лучше воспринимают знания, информацию и так далее. Ну, если это важно, то есть, мы сейчас не об этом, а о том, что работать мы можем только в первую смену. Как правило, сеанс виртуальной энциклопедии замещает один из уроков, проходящих в школе. То есть, если это для начальной школы, особенно, там всегда замещаем. И вот 6 уроков с утра до обеда, это точно то время, в которое вы можете работать со школой, с любой. То есть, после этого вы можете какие-то дополнительные сеансы где-то оказывать в кафе, в парках, в детских садах, в лагерях, там, в общем, где угодно. То есть, есть масса разных историй. 6 где-то гарантированно. Дальше. Количество человек в среднем школе. Здесь стоит 400, но 400 это количество для, как правило, районных центров каких-то в сельской местности. То есть, адекватное количество для города, это 1000 человек. Это количество, прошу заметить, не влияет на общую выручку. Это, скорее, емкость рынка, которая показывает, сколько школ необходимо иметь в городе для того, чтобы отбить инвестиции за заданный период. Процент явки на сеансы. От 30 до 50% детей приходят в городских школах на сеансы виртуальной энциклопедии. То есть, и планетариев также приходило. С эффектом новизны виртуальной реальности, с эффектом того, что такого еще не было в вашем городе, когда вы запускаете франшизу, этот процент будет скорее ближе к 50. Мы указываем обычно 35-40, то есть для старта, то есть для первого года. Здесь стоит 40, ну, не суть важных, как здесь цифры стоит, ее можно поменять и посмотреть, что будет. То есть, если мы ставим 40, сейчас мы получим одну экономику, потом поиграем сейчас цифры, покажу, как она меняется. Следующий ячей кассируем, ее не правим. 400 человек в среднем со школы к вам придут. Стоимость лицензии на шоу стоит по умолчанию 180 рублей, это 3 доллара. В среднем она даже ниже получается, с учетом того, что часть шоу вы будете использовать бесплатно. Количество рабочих дней в году 172. Что такое 172 и откуда оно взялось? Мы вычли из года календарного все выходные, все каникулы, все праздничные дни, все околопраздничные дни, когда по-настоящему нельзя работать со школами. Оставили только 172 дня. Это в среднем по году количество дней, в которые можно работать со школами. Это вот из моего опыта в сети планетариев, как бы оно так. Так, тут предлагаю просто поверить, если хочется работать не весь год, то можно сделать расчет хоть на 60 дней и работать 2 месяца в году. В апреле и в октябре. Транспортные расходы для города, они обычно составляют не более пары процентов. Для сельской местности они примерно 3-5 процентов, это нужно учитывать. То есть мы сами сейчас посчитаем сельскую местность счет для разнообразия. Вот, и прочие расходы. В прочие расходы мы включаем амортизацию оборудования, она составляет 1,5 процента в год. То есть, чтобы за год 30 процентов, короче, оборудования стоимости амортизировать, это примерно 1,5 процента от выручки при средних показателях. Такие наши расчеты, можем, если хотите, закладывать какую-то большую цифру. Вот, и 1 процент мы оставляем на прочие-прочие расходы, просто все то, что мы здесь с вами не учли. Математика получается следующая. Давайте посмотрим цифры в таблице ниже. Самое главное, что нас интересует, указано справа здесь, ваша прибыль до вычета налогов, дебет, так называемая, в рабочий месяц составляет 250 тысяч рублей. Что значит в рабочий месяц? Смотрим вот сюда, заработок в месяц, колонка номер 2, в нижней части таблицы. При количестве очков 20 штук, при 6 сеансах в день, тут стоит 17 дней рабочих, здесь у нас считался месяц покороче, поставим 20 таких. В среднем, если выходных нету, то есть праздников нету, то 20 рабочих дней. Выручка получается 480 тысяч рублей. Переменные расходы, а это проценты, которые мы платим за аренду, это проценты транспортных расходов, прочих расходов, проценты менеджеру и оператору, вот эти переменные расходы составляют на 138 тысяч рублей. Постоянные расходы, это окладные части полиграфия канцелярия, составляют 40. Итого у нас рентабельность получается 63% с прибылью в 301 тысячу рублей в месяц. Что здесь может измениться, то есть что можно менедскими цифрами играться? Допустим, вы не 20 дней назначили сеанса, а 15, то есть тогда у вас рентабельность составит 60%, прибыль в 215 тысяч рублей за месяц. То есть так далее. Здесь можно всячески поиграться с цифрами, посмотреть, как что будет меняться. Давайте посмотрим на окупаемость, то есть 2,75 рабочих месяца. Лучше смотреть в днях, это более понятно, 55 рабочих дней вам понадобится. Что такое рабочие дни? Это день, в который вы провели 6 сеансов. То есть с утра до обеда вы работали в школе, вам понадобится 6612 зрителей, чтобы выйти в мае, то есть чтобы окупить ваши расходы на франшизу. Как правило, если вы стартуете в сентябре, вы часть месяца разгоняетесь, расстанавливаете договоренности, октябрь, ноябрь очень плотно работаете, и декабрь, там числа до 20-го, и к этому моменту, к новому году, вы можете окупиться, если все делаете правильно, если у вас нету простоев, если договоренности со школами соблюдаются. Вот примерно то, что можно сделать вывод из этой таблички. И школ на окупаемость, если вы ездите в каждую школу по одному разу, вам нужно иметь 17 штук. В вашем городе на 250 тысяч человек примерно должно быть 25-30 школ. То есть примерно половина школ вашего города. Вам потребуется для окупаемости, если по одному разу в них заехать. На самом деле нужно заезжать в школу как бы минимум 2 раза в год, а то и 4, а некоторые наши партнеры научились заезжать 9 раз в год в школу. И здесь я хочу обратить внимание на последнюю табличку, потенциал заработка в год. Собственно, что это такое? Вы получили в рабочий месяц при 20 рабочих дня 301 тысячу прибыли, а в год 2,5 миллиона. Не 301 умножить на 12,3 миллиона 600 тысяч рублей. То есть это неправильная арифметика. А вот именно 2,5. Что это такое? У нас здесь есть параметр, то есть мы вычитаем 2 месяца постоянных расходов июля-август, как будто вы не работаете вообще в эти месяцы. То есть так как со школы здесь не работаете. То есть неважно, если вы там еще нашли дополнительные источники дохода, то есть летние лагеря, это могут быть, работа на курортных зонах, с санаториями, с чем угодно, с кафешками детскими, с парками. То есть это все не учитывается в этой финансовой модели, мы считаем только школой. 2 месяца вы отдыхаете в этой финансовой модели, собственно, работаете ровно 172 дня, все остальные дни, выходные, праздники вы тоже отдыхаете, получаете в день рабочие 24 тысячи, и у вас получается выручка за год 4 миллиона 100, а прибыль 2 500. Таким образом, общая рентабельность около 60% она сохраняется на протяжении года. И возврат ваших инвестиций, коэффициент, то есть на каждый вложенный рубль вы получите 3 рубля. Такая вот альфметика. Обслужите 20 640 зрителей, чтобы получить такую цифру дохода. И вам понадобится, если один раз в школу выезжаете, 52 школы, у вас в городе столько нет, и вы должны понимать, что нужно минимум 2 раза в год выезжать в школу. То есть если 2 раза в год, то 26 школ. Вот примерно, если с каждой школой в своем городе вы договоритесь, и будете выезжать 2 раза в год, то получить такую цифру, это вполне реально складывается, и все хорошо. Если же вы не договорились со всеми школами, что, скорее всего, так и будет. То есть в своем процентах 20 школ по каким-то причинам что-нибудь не получится, и вредный замуч или еще что-то, нужно учитывать, что в какое-то количество вы не договоритесь. Вам нужно будет просто либо иметь какие-то школы, в которые вы приезжаете чаще, чем 2 раза в год, то есть 3-4 раза в год, может быть больше. Это уже является частью коммерческой тайны, как увеличить частотность. Поэтому на вебинаре я не буду рассказывать. Но в целом фид-модель выглядит таким образом. То есть если вы будете приезжать 2 раза в год в одну школу, то количество школ в вашем городе хватит вам, чтобы зарабатывать в восполненные миллионы в год, что примерно равняется, если распилить на весь год, 200 с небольшим тысяч в месяц. Да, и сады, конечно, Антон, спасибо за уточнение, не учтены. Сколько раз в одну школу заезжают по практике в месяц? Смотрите, 2 раза в месяц я вот такого не слышал, чтобы заезжали в государственные, но знаю, что в частных такая история была. Раз в месяц такая практика есть. Раз в месяц, как бы это 9 раз в год получается, а то и 10. Итак, по фид-модели в целом, вот расчет на Йошкар-Алу мы закончили. Сергей, понятно ли вам, что вы посчитали? Есть ли вопросы о каким-то цифрам? Хотите ли какие-то цифры поменять и поиграться с ними? То есть давайте я там сам инициирую небольшую игру с цифрами. Если будет явка, допустим, 30% со школы, то есть уменьшим, у нас получится, собственно, емкость рынка, нам необходима будет школа на окупаемость 22. То есть явка и количество человек в школе, они влияют на емкость. То есть вам нужно будет аж 34 школы, чтобы 2 раза в год к ней приезжать. То есть получается, если вы будете работать над явкой людей в школе плохо, и у вас будет не 40%, а 30%, то вам нужно будет чаще ездить в каждую из этих школ. А если вы более грамотно подходите к презентациям, а мы учим, как это делаете, естественно, то может хватить и 13 школ на окупаемость, если мы ставим 50. Таким изменением этой цифры мы получаем изменение всей финмодели. А если цены билета, допустим, поставим не 200 рублей, а 150, что у нас получится в этом случае? У нас в этом случае получается аж 80 рабочих дней на окупаемость, это 4 месяца полных работ, и это 1 600 000 потенциал заработка в год. То есть экономика очень сильно падает, но тем не менее рентабельность сохраняется на уровне 57%, если мы оставляем все те же самые цифры, но падает заработок в год. А если мы поставим 250, то здесь сейчас увидите просто финансовую магию. До 400 тысяч в год, ой, в месяц, простите, прибыль, 3 миллиона 300 в год. Собственно, повышение цены билета кардинально меняет вообще всю эту историю. Есть ли возможность срым вести статистику по посещаемости? Насколько я помню, да. Да, конечно, есть. Есть ли у кого-то желание рассчитать какой-то другой город? Второй расчет, он будет в разы быстрее, да, то есть буквально за несколько минут мы управимся, поменяв базовые цифры. Если есть, напишите в чат название города и его население. Будьте готовы ответить на несколько вопросов. 150 тысяч с одним сотрудником. Зарплата сотрудника какая будет и сколько комплектов для старта вы хотите купить? На 150 тысяч, я думаю, вам 10 комплектов будет более чем достаточно для старта. Иначе у вас инвестиции в оборудование будут очень высокими, вы отбиваться будете долго. Сам будете работать, 10 комплектов. А, то есть вы без найма персонала, то есть мы здесь ставим нули. Связь канцелярия ставим, проценты, соответственно, мы тоже ставим по нулям. То есть все это будет вашей личной прибылью. В городе 150 тысяч населения, там в среднем школы поменьше. Человек 800 у вас будет в школе. Это из моего опыта, можете поправить, если я не прав. Цена билета 200 рублей. Ну вот получается, у нас с вами такая история, если мы больше ничего не меняем. Ваши инвестиции составят 540 тысяч рублей, из них по ушам износ, вход в бизнес 300 и 240 составит оборудование. То есть примерно пополам. Три месяца с небольшим хвостиком ваша окупаемость будет, то есть 64 рабочих дня. Вот это очень важный момент. Понимаете, что я говорю о рабочих днях, не календарных. То есть это прям важно. Если у вас, допустим, вы в одной неделе отработали 5 дней, а в другую 3 дня, то это прошло 8 рабочих дней ваших. То есть о календарных и в 14 прошло. То есть 3,18 месяца они могут уложиться в календаре, как бы не вот ровно в 3,18, а могут быть и в 5 месяцев. То есть в зависимости от разгона. То есть какие-то дни могут выпадать. Если вы один собираетесь работать как менеджер, как оператор, это значит, что вы можете один день звонить, а другой день вам надо ехать на презентацию, вы звоните, договариваться о презентациях, но этот день уже не можете. И у вас резко x2 будет, да, то есть вы сможете в день работать, в месяц провести сеансы не более чем в 10 школах. И тогда мы с вами получим здесь цифру 10 рабочих дней в месяце. И окупаемость у вас будет 6,55 месяца или 65 рабочих дней. Понимаете разницу, да? То есть 7 месяцев вы будете окупаться, если будете работать один. Собственно, финансовая модель наша очень гибкая. Если вы не хотите, там, ну, здесь на вебинаре на публику выносить цифры, какие-то обсуждения, то без проблем можете обратиться к нашим менеджерам и вместе с менеджером рассчитать финансовую модель, посчитать непосредственно свой город, и после расчета мы вам на некоторое время, на несколько дней оставим еще доступ к этой финансовой модели, чтобы вы могли с ней поиграться, посмотреть, как она работает. Вот. Если есть вопросы по финансовой модели, я готов ответить. Если нет, то движемся дальше. А вот еще. Давайте я вам расскажу о сельской местности. То есть для сельской местности, представим, что на территории сельской местности проживает 200 тысяч человек, мы работаем с 10 комплектами, цена билетов, конечно, 200, не меньше, меньше даже в сельской не бывает. И вот транспортные расходы поставим, допустим, 6%. В сельской еще и прочих может возникнуть побольше. Вот прям такие очень большие высокие проценты я ставлю. Почему транспорта так много? Потому что вы тратите деньги на бензин, доезжая до каких-то отдаленных школ, до деревень, да, то есть каких-то и так далее. Вы тратите деньги на амортизацию автомобиля, тоже сюда учитывается, на мойку автомобиля, я не знаю, там и так далее. Вот. И смотрите разницу в экономике. То есть если у нас город, у нас здесь 2%, здесь 2,5%, у нас рентабельность без сотрудников 71% составляет, а если у нас сельская местность, то у нас рентабельность падает до 66%. Казалось бы, это небольшая цифра, всего 5%. На самом деле в выручке по году эта разница весьма существенная. То есть потенциал заработка в год у нас сейчас 1 350 000, а в городе 1 450 000. То есть 100 000 рублей, разница, явка больше там, вы пишите, это абсолютно верно, явка там больше. Но явка влияет, и опять же повторюсь, как бы она влияет на емкость. То есть в день вы все равно при 10 очках не сможете пропустить больше, чем 60 человек при 6 сеансах. Вот. То есть явка, она влияет на емкость рынка. Сколько вам школ в принципе нужно иметь для того, чтобы иметь какую-то определенную прибыль. На сроки окупаемости, да, тоже влияет. И опять же явка больше, зато количество человек в школе меньше. То есть в сельской местности мы можем смело писать около 300-300 человек в школе. И на самом деле под 70% явка, она легко здесь делается. Вот. В этом случае, как бы, сроки окупаемости получаются 4 месяца. Если вы работаете с малым количеством школ, то у вас транспортные расходы будут еще выше, то есть они могут там на 7% дойти. Насколько я понял, дети видят в очках, что они сидят в кинотеатре, в кресле. Почему не полноценная виртуальная реальность? Очень хороший вопрос. Кстати, спасибо, что его задали, потому что я про него совсем забыл. Смотрите. Виртуальная реальность такая штука, где человек не понимает, где находится вообще он. То есть мозг очень легко обманывается. И, допустим, Google делал в прошлом году классный фильм «Виртуальная реальность». Это достаточно короткий, как кометражка, которая там даже какие-то премии взяла. Персонаж того фильма сидит в автомобиле, весь фильм, находится на кресле. И то есть то, куда он может смотреть, ограничено окном автомобиля, с одной стороны крышей, с другой стороны спинкой сиденья, то есть другим сиденьем и так далее. И человек чувствует себя фиксирован в пространстве, сидя на сиденье автомобиля. Почему так делается? Потому что если, допустим, вы летите над пропастью, или просто летите, то есть под вами там горы, не знаю, океаны и так далее, мозгу очень дискомфортно. Если он не может представить себе, что вас там удерживает, то мозг начинает паниковать, он думает, что он упадет. Если вы просто отсутствующая точка в пространстве, то есть мозг просто не понимает, что происходит, у вас сбой матрицы. И когда вы сидите четко фиксированы в каком-то кресле, у нас есть не только кресло, там зал, кинотеатр, у нас есть лодка, например, то есть вы можете в лодке сидеть, ну понимаете, что вы находитесь в какой-то фиксированной точке, и вы в безопасности, что у вас прикрыты тылы, вам не хочется постоянно оборачиваться и смотреть, а что там такое, а вдруг кто-то вас укусит, и так далее. И мозгу максимально комфортно. Так как мы работаем с детьми, то, соответственно, здесь комфорт нахождения ребенка максимально важен. Максимально важен, и, соответственно, когда ты сидишь, нет никаких дискомфортных ощущений, то есть мозг не обманывается, мозг понимает, что он сидит как бы в кинотеатре, где он все хорошо. Ну, кроме этого, мы, естественно, уже начинаем добавлять фильмы и в 360, потому что это ограничение с развитием технологии, оно как бы немножко уходит на второй план. Есть какие-то фильмы в 360, но, как правило, для совсем маленьких детей фильмы в 360 не могут подойти, то есть они лучше заходят как бы именно более взрослым детям, то есть там 8 лет, и так далее, 7. То есть там 5-6 лет здесь не подойдет. И когда мы будем, собственно, сейчас добавлять интерактивные опыты, там также будут рисованы тела детей, и они будут понимать, где они находятся в каждом времени, то есть стоят на ровной поверхности, ровно там, где они и находятся. Проще говоря, есть система виртуальной реальности, в которой можно гулять и держать в руках контроллера, а тут будет картинка в 360 без движений. Да, почему так? Потому что сейчас мы сосредоточены на том, чтобы давать картинку сразу 30 детям познавательную, чтобы они получали один и тот же контент. Если мы говорим в интерактиве, то внедрить его технологически, технически сейчас можно, и джойстики, и контроллера, и 30 человек туда загнать, это представьте себе, что за макханалия будет, если 30 человек детей одновременно что-то начнут делать в интерактивной среде виртуальной реальности. Это неконтролируемо на текущий момент, и пока что я не видел таких опытов, которые бы зашли и сработали в такой истории, то есть никто их и не делал, по сути. Нужны немножко другие технологические исходники, то есть другого типа контроллера, чтобы вышли для того, чтобы можно было взаимодействовать в какой-то среде большому количеству людей, что делать не в детях, а именно в людях. Но мы ведем разработки в этом направлении, и как только технологии позволят, мы будем внедрять такие штуки в наш процесс по франшизе. «Рифы» — это фильм в 360. Антон, наш франчайзик по городу Челябинску, подсказывает мне, что их хорошо смотрят дети от трех лет. Ну, вот значит, уже так. Значит, уже так. Ладно, если, собственно, вопросов по фильммодели нет, я ее отключил. Переходим к бонусу для участников вебинара. 14 августа, сейчас объясню, почему. При покупке франшизы до 14 августа вы получите следующие бонусы. Возможность попасть на ежегодную встречу партнеров в Подмосковье, бесплатное проживание и питание на этой встрече, и сотню показов платного контента для самых маленьких зрителей в подарок. Собственно, почему мы дарим контент для самых маленьких зрителей? Потому что в каталоге есть много бесплатного контента для средней школы и для старшей школы, а для маленьких весь контент платный. Поэтому для того, чтобы партнеры могли стартовать сразу с полным пакетом фильмов, мы дарим 100 показов, 100 сеансов. То есть вы сможете с этими 100 сеансами провести 3000 человек, 3000 детей, да, собственно, и показать им какой-то контент, заработать деньги, не тратя деньги на контент. Итак, почему до 14 августа? С 15 по 17 августа в этом году, буквально через 2 недели, пройдет большая ежегодная встреча партнеров. Это будет вторая встреча. Пройдет она в Подмосковье, в парк птиц-воробьи, место проведения, в 115 километрах от Москвы, в Калужской области. То есть, строго говоря, не Подмосковье, но Подмосковье более понятно. Вот, это большая природная зона, территория, где можно классно погулять, там что-то типа мини-зоопарка, мини-это в формате, даже слово, полноценный зоопарк, да, то есть сокруточенный, прежде всего, на птицах, есть там также всякие разные животные, там интересно, там прикольно. С раннего утра до позднего вечера каждый день у нас насыщенная программа обучения и образования, на которой прежде всего будет обмен опытом между существующими партнерами сети. 60% времени расписание отдано под партнеров, под деление опытом, под то, чтобы они рассказали, как они достигают успеха и в чем, и что у них хорошо получается, а в чем требуется помощь. Вот. Собственно, кроме этого будет внешний тренинг по продажам, по менеджменту, перед будет много тренингов от команды нашей компании по различным дисциплинам, вещам, аспектам и так далее. Почему интересно и важно попасть на встречу? После прошлой встречи показатели многих партнеров увеличились в полтора-два раза. То есть люди воочию увидели других людей, которые делают тот же самый бизнес, и у которых получается лучше, обменялись опытом, и применили этот опыт сразу непосредственно после встречи, началось совершенно другого качества работа. И в данный момент мы ожидаем, что так как большая часть времени отдана партнерам, эффект от этой встречи будет мультипликативным. То есть мы ожидаем, что в два и более раз увеличатся показатели средних партнеров, то есть в какое-то количество процентов на 20-30 увеличатся показатели хорошо успевающих, то есть хорошо работающих партнеров-лидеров. Даты встречи 15, 16, 17 августа, но это уже даты, в которые мы именно непосредственно с утра до вечера работаем. Расписание следующее. Завтрак в 8 утра, в полдевятом. После этого сразу мы идем в работу. Полтора часа перерыв на обед, чтобы можно было не просто пообедать, но и погулять по территории. Потом еще 4,5-5 часа работы, ужин, после этого шашлык, нетворкинг, легкий алкоголь, то есть запуски и так далее. Все это за счет основания математской компании происходит. И общаемся минимум всего. Поэтому так каждый день из этих трех дней. Заезд на базу осуществляется 14 августа, 18 отъезд, организованный трансфер из Москвы с одной станцией метро кольцевой линии. Детали для тех, кто уже детально будет разговаривать. Как мы объясняем директорам, что VR-ограничение детям с 12 лет? Сейчас мы перейдем к секции вопрос-ответа, и я отвечу. Вот. Здесь у меня осталась фраза с запомнительной ссылки в чате. К сожалению, сейчас я вам ссылку не скину. Просто подайте заявку на сайте на нашем, и с вами смежутся наши менеджеры. Кто-нибудь напишите, пожалуйста, Леш, напишите ссылку в чат. нет, не франчайзи не могут попасть на встречу, это закрытая встреча, на которой кроме коммерческой тайны по большому счету ничего и нет. И здесь, наверное, уместно сказать, что самым главным преимуществом нашей франшизы я считаю как раз сообщество. То есть, когда мы начинали франшизу в 2017 году, у меня была гипотеза, что через некоторое время, через сколько-то лет, через пару лет, сообщество будет уже больше знать информации о том, как оказывать услуги передвижные вот эти вот для детей образовательные, чем знаю я. И, собственно, где-то год назад с огромным удивлением я обнаружил, что этот момент настал, то есть, что наши франчайзи уже сильно лучше разбираются в том, как оказывать услуги в их конкретных городах, регионах, чем я. Потому что, когда мы оказывали услуги, многое было иначе. То есть, меняется время, меняются какие-то технологии взаимодействия, то есть, банально появились WhatsApp-чаты родителей, которых раньше не было. То есть, сейчас они есть и взаимодействие, возможно, еще и через них. Поверяются какие-то новые инструменты, какие-то новые вещи, которых я все время не знал, вы до них не доходили или просто не догадались каких-то вещей. А сейчас все по-другому, все меняется. И с каждым месяцем появляются какие-то новые инструменты. То есть, с каждым годом там вообще инструментов колоссальное количество новых появляется. И сообщество это самая важная, пожалуй, движущая сила нашей франшизы, потому что вся экспертиза собирается в нем. И в сообществе можно получить ответы на все вопросы. А так как отсутствует конкуренция, прямая, между франчайзи, невозможна конфронтация, поэтому люди делятся опытом легко и с удовольствием, то есть без всяких проблем, ничего не опасаясь и не боясь. Вот. Собственно, примерно так. Пожалуй, здесь почти все. Я хочу вам показать вот такую штуку. Это видео с прошлой встречи партнеров. Слышно ли? Смех, расскажите. У меня глубоко зацепила эта идея. Она очень сильно отличается от того, что была ранее. Ранее это были купольные планетарии, теперь у меня. У меня довелось поработать. Теперь тут я одену эти очки. Я просто потрясаю. Думаю, верили настолько, что это стрельник, что это зацепит и детей, и учителей, и завучей, и так далее. То есть просто решил, что это то, что нужно сейчас детям и школам. Мне так интересно показалась эта идея. Прям вот супер какой-то вау. Это была какая-то вот, ну она и есть сейчас новинка, но когда я это увидела, услышала в интернете первый раз рекламу, для меня это показалось что-то такое вот прям вот неземное, правда. на мой взгляд, виртуальная реальность это технология будущего, причем сейчас заняты все отрасли развлекательные, а конкретно образовательный контент он практически свободен, то есть это эксклюзивно. Вот эта миссия, я считаю, что она благородная, во-первых. Во-вторых, ребенок, то есть посмотрел в школе на показе какое-то видео, его что-то заинтересовало, он пришел бы домой и, соответственно, углубился уже более подробно. Очень много встреч вынес для себя, все очень полезно, очень хорошие тренеры, все очень круто, круто и все очень полезно и думаю, все мы будем использовать в работе. Это должно свой дивиденд определенно принести. Очень хотелось пообщаться со всеми, поделиться опытом, что там, у кого получается. Вот это было интересно и мы вот уже с партнером приняли однозначное решение, что это нужно применить. Но для меня это был совершенно темный лес, если честно. Я вот это для себя подчеркнул очень много из сегодняшней лекции вот с Юлей. Было супер. Да, вот вживую тут же идея за идеей, когда это как снежный ком, прям вот раз и приобретает уже какую-то форму, это прям вот как художники, да, что-то там делают. И так же и мы вчера. Это все. Я думаю, что это прям вот мы дойдем до того, что мы запланировали вчера. Ну вот, собственно, так проходила встреча в прошлый раз. Это было интересно и это сдвинуло многих партнеров с одной точки на совершенно другие точки, на другие результаты. Итак, на этом у меня практически все. Я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. И начну с тех вопросов, которые я видел в чате, но не ответил. Как вы объясняете директорам, что VR-ограничение дети с 12 лет? Нет, смотрите. 12 лет, на самом деле не 12, а 13 ограничения. Это ограничение Oculus, которое написано на коробке с Oculus, и это же ограничение есть на Samsung VR. Откуда оно берется? Оно берется из Oculus и его программного обеспечения, да, то есть его технологии. Почему? Потому что Oculus компания, она куплена компанией Facebook была, по-моему, в 2012-2013 годах, в 2014 даже. И у Facebook есть политика конфиденциальности, политика обработки персональных данных, политика работы с людьми, с пользователями. В всех этих политиках начинается ограничение с 13 лет. Почему? Потому что в Америке, если ты работаешь с детьми до 13 лет, и хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь маленькая претензия у ребенка или у его родителей есть, очень тяжело с этим работать. то есть там всякие разные законы, я не буду в это углубляться, если хотите, погуглите, почему Facebook не работает с детьми до 13 лет, то есть это не является темой нашего вебинара. Поэтому все продукты Facebook по умолчанию, WhatsApp, Instagram, Oculus или что-то еще, только так, только от 13 лет. К России это ограничение не имеет абсолютно никакого отношения, в России использование виртуальных очков никак не регламентировано по возрастам, и у нас наши сеансы организованы таким образом, что нашим заказчиком являются родители детей, и если родитель собственно готов, чтобы его ребенок познавал мир через виртуальную реальность, то родитель дает это согласие, покупает билет, и собственно ребенок идет посещать сеанс. Ответственность за посещение и за принятие этого решения находится на родителе. На билетах, которые выпускаем мы, которые мы даем зрителям при посещении, русским по белому, написано, что производители рекомендуют посещение детям с 13 лет. Собственно, если дети посещают до 13 лет, это на страх и риск родителей происходит. Мы честно об этом предупреждаем и говорим, но также мы должны понимать, что это ограничение не имеет ничего общего с реальной жизнью. Оно продиктовано юридическими сложностями в Америке для компании Facebook. Ответил на ваш вопрос. Молодцы, надеюсь, в будущем ваши уроки будут входить в общую разведку программу. Мы к этому не стремимся и не идем, но наши планетарии сейчас очень плотно покупают постоянно школы, то есть планетарии устанавливаются по школам в России достаточно массово. Более 30% всех производимых планетариев уходит в госзаказ школы. Школы дорастли на мобильных планетариев, я думаю, через какое-то время они дорастут до покупки VR. Не совсем согласен, если пока следует в школах, то санитарные нормы контролируются в санкете. Все верно абсолютно, то есть если бы это было уроком внутри школы, на который обязательно посещение, которое устраивается для всех детей, это обязательно должно быть так. Мы просто арендуем в школе помещение и предлагаем всем желающим на определенных условиях, которые прописаны в договоре на сеанс, то есть в договоре оферты, посетить сеанс. Он не имеет отношения к школе, школа лишь предоставляет нам помещение в аренду, также это может быть помещение не школы, то есть какое-то рядом находящегося здание, если в школе по каким-то причинам есть проблемы с тем, чтобы провести сеанс на их территории. Ну и важно, что юридически наша деятельность не является образовательной, то есть юридически наша деятельность развлекательная, почему? Потому что мы детей не учим, строго говоря, то есть мы вызываем у них интерес к образованию, к познанию мира, к обучению и делаем это в очень красочном, ярком формате и работаем в сфере эдютеймент, то есть стыка развлечений и образования. на сколько часов вытает Oculus с Powerbank он может работать целый день без особых перерывов, но в любом случае между сеансами у вас есть технические перерывы, пока там одни дети выйдут, другие зайдут и так далее. Как быть с гигиеной? Очки надевают разные дети. Хороший вопрос, спасибо, я действительно этого вопроса не коснулся. существуют одноразовые накладки на очки, стоимость этих накладок в районе одного рубля, это собственно как бы мы закладываем в прочие расходы, отдельно не считаем, то есть они продаются как на Алиэкспрессе, так их можно купить и в России, эти накладки на очки, они делаются из ткани, то есть флизелина, очень тонкая подкладочная ткань, которая кладется между очками и лицом зрителя, плюс к тому постоянно необходимо проводить санитарное обслуживание очков, то есть перед сеансом можно использовать антибактериальные салфетки для того, чтобы их протирать, которые стоят уже копейки, и раз в какое-то время, раз в месяц словно снимать с очков, там есть специальные такие мягкие накладки на очки, их можно снимать и стирать, это надо делать, это полезно для общей гигиены, и чтобы не было таких запахов и чего-то еще. Вы говорили про замену урока, имеется в виду замена классного часа на показ фильма, это придумывает собственно сама школа, как правило, мы работаем, ядро нашей целевой аудитории, это начальные классы, и как правило, в начальных классах можно заменить допустим, один из уроков естествознания на посещение VR с естествознания, то есть в принципе ребенок получает знания из той же области, но немножко в другом формате, в среднем фильме продолжительность около 20 минут, они занимают половину урока, вторую половину урока учитель работает с детьми по предоставленной нами методичке, собственно как раз допроводя часть урока, можно заменять на классный час, например, да, действительно, почему нет, то есть в любой школе организованы дополнительные образования, то есть какие-то мероприятия по дополнительному образованию, и школа сама вам расскажет, в каком формате у них это делается, как это распределяется между различными провайдерами услуг, вместо чего это делается, где, на каких территориях это проводится. Имеет ли право директор школы предоставить помещение в аренду для ИП? Да, имеет, в разных регионах это происходит по-разному, где-то договорную аренду необходимо заключить через комитет по управлению муниципальной собственностью, где-то договор можно заключить непосредственно через министерство образования, либо через хозяйственную часть школы, через обычный школьный договор со школой напрямую, то есть это зависит непосредственно от разных особенностей законодательства в разных регионах страны. Оно у нас везде по-разному, то есть комитеты по управлению муниципальной собственности в каких-то городах уже внедрены и хорошо работают, в каких-то еще нет. То есть где-то это делается очень легко и просто, где-то чуть сложнее. И здесь есть такая штука интересная, что чем сложнее вход, тем меньше косвенных конкурентов смогут найти тот же самый путь. То есть другими словами, если заключить договор на аренду тяжело, геморройное, занимает, не знаю, месяц времени, а то и два, то вы должны понимать, что когда вы прошли этот путь и это сделали, то любому театру какому-нибудь или мыльным пузырям или научным шоу придется пройти такой же путь, и для никого не каждый провайдер услуг пойдет это делать. Плюс еще нужно пройти определенную верификацию в комитете по образованию, в РОНО, еще где-нибудь у директора школы, у родительского комитета о том, что вы оказываете понятные, правильные и полезные услуги. То есть допустим не каждый театр способен такую штуку пройти. Наша услуга любые фильтры такие проходят, потому что во-первых есть большое имя у компании, история, то есть публикации очень много всевозможных, там у нас есть всякие регалии, об этом еще даже не сказал, то есть куча всяких конкурсов она выиграна, то есть там есть медалька выбора педагогического сообщества, то сейчас с 5 по 7-8 августа мы участвуем в какой-то выставке, куда съезжаются в Москву со всей страны учителя, которые занимаются докобразованием, то есть завучився и так далее, там тысячи, десятки тысяч учителей, которые получат информацию у нас и так далее. Имя очень много значит, мы работаем по стендерти имиджу, и мы способны проходить через разные административные барьеры, не коррупционно, а именно доказывая, показывая, что мы делаем правильные вещи, показываем легальный контент, все делаем в белую и так далее. Так, может протирать, я так понимаю, это про очки, я уже сказал, что антибактериальные салфетки можно использовать, и это тоже, в принципе, фактически ничем не хуже прокладок. Прописано ли это все? Большинство из того, что я говорю, прописано, некоторые вещи, собственно, которые как раз касаются индивидуальной работы с каждой школой, с каждым регионом, они не прописаны, мы помогаем с ними разобраться, то есть накидываем какие-то варианты решения, то есть вместе с вами проходим этот путь. Какие документы вы можете предоставить для управления образованием? Собственно, что требуется обычно чиновникам для того, чтобы пройти какие-то вот эти вот барьеры? мы пишем письмо от нашей компании, то есть указания наших заслуг, регалий и так далее, о том, что вот этот предприниматель является нашим представителем большой федеральной сети, которая работает там-то, 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 так-то, 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 попросим оказать содействие и разрешить работу на территории нашего региона. Мы предоставляем лицензии на фильмы, то есть у нас есть лицензионное соглашение от нашей компании, в котором написано, что весь контент, который вы показываете, он легален, как бы снимет никаких проблем, что все хорошо. У нас есть методические пособия, которые позволяют проводить уроки, и это тоже важно для какого-то образования, что мы не просто пришли что-то, отпоказывали и исчезли, что мы даем пользу каждому участнику процесса. То есть кто получает пользу и какой? Дети получают, собственно, вместо скучной книги красивые визуальные поднесения информации. Родители детей получают ребенка заинтересовавшегося образованием, то есть у которого к чему-то интерес пооснулся. Завуч в школе, который занимается домобразованием, он получает организованное за него мероприятие, то есть либо полностью за него, либо большую помощь в организации мероприятия, если он тоже участвует. учитель получает медицинское пособие по проведению урока, которое позволяет ему не готовиться к уроку, то есть не придумывать самому что-то, а получить готовую методичку по интересной теме, какой-то волнующей. Школа, либо комитет по образованию, управление муниципальной собственности, то есть тот, кто принимает решение пустить нас или не пустить, получает арендную плату. Пауэрбанки не совсем удобно, 10 штук покупать каждому комплекту, сколько говорит средний работает в школе 4-6 часов. Смотрите, Пауэрбанк стоит 1500 рублей, 1700 может быть к Xiaomi на 20000 ампер часов, 20000 ампер часов это очень много, его хватает больше, чем на день, чуть ли не на два дня, то есть это мне дорого, это не страшно, были ли случаи головокружения у детей, собственно у нас есть присутпозиция такая главное правило компании, если кому-то где-то когда-то не понравится сеанс, мы просто возвращаем деньги за сеанс, это же мы рекомендуем настоятельно делать в нашем франчайзе, вот, и собственно как таковых случаев негатива их бывает очень мало, чаще они связаны с тем, что ребенок может чего-то там испугаться, головокружение практически не бывает по причине того, что человек строго фиксирован в пространстве это раз, и два, что уже сейчас большее значение приобретает, то есть раньше первые очки виртуальной реальности, а также все китайские, почти без исключения, которые есть сейчас, они обладают следующим дефектом, когда вы поворачиваете голову, очки не успевают понимать, что вы голову повернули, и мир в очках, он немножко тормозит, понимаете, то есть вы голову повернули, а мир потом секунды занимает, но мозг очень четко чувствует вот это несоответствие с боем матрицы, именно это вызывает тошноту, головокружение, вот эти вот все эффекты, при длительном использовании головной боли, то есть потерю координации кратковременную, если долго в китайских очках ходить, потом вы снимаете, и вас немножко считать будет, это нормально для китайских очков, чем отличается Oculus, Gear VR, все то, что используем мы, от китайской вот этой всей шелухи. В очках Gear VR используются датчики, акселерометр, гироскоп, и так далее, которые есть не только в телефоне, который вы вставляете в очки, но также и в самих очках, к чему это приводит каждое ваше движение, куда бы вы не вертели головой, оно очень четко трекается, и все изображение успевает за вами, понимаете, да, разницу, вот, и соответственно, в Oculus, там, в принципе, телефона никакого нет, то есть там сразу все в датчиках, и, соответственно, куда бы вы головой не вертели, тоже все очень четко, хорошо трекается, никаких головокружений не происходит, то есть матрица не сбоит у нас. И еще важный момент по поводу использования гарнитуры VR, так как там стереоэффект между двумя глазами, то есть, ну, такой, типа, 3D, как бы, небольшой, то у вас есть разноплановость, то есть есть передний план, есть средний план, есть задний план, и когда вы смотрите в очки виртуальной реальности, ваш зрачок может настроиться на передний план, на задний, там, да, то есть на средний, и постоянно меняется дистанция между зрачком и тем предметом, на который вы смотрите. Поведение зрачка аналогично поведению в реальной жизни, то есть сейчас вот мы смотрим с вами на мониторы, и зрачки постоянно смотрят на одно и то же расстояние, то есть фокусировки, расфокусировки не происходит. Если я посмотрю туда, оп, у меня глаз перефокусировался, туда посмотрим, он еще перефокусировался на монитор, опять сфокусировался, и так далее, то есть освещение, все вот эти вещи влияют на зрение, на усталость зрачков. В итоге от работы с монитором глаза устают больше, чем от работы виртуальной реальности. Вот такая вот история. Вы говорили про отработанную базу юридических документов, договоры и так далее, франчайзи получают рабочие шаблоны. Да, все верно, то есть есть трудовые договора, например, да, то есть проработанные договора, материальные ответственности, вы же даете оборудование дорогостоящие людям. Есть договора, по которым можно заключать договора на аренду муниципального имущества, хотя чаще вам именно ваш муниципальный контрагент предоставит свой план договора, но тем не менее у нас тоже есть такие разные шаблоны есть, но и если какого-то шаблона не хватает, это нужно большому количеству франчайзи, мы, естественно, подвлечим юристов и разрабатываем новый какой-то макет. Ну, в целом макетов достаточно много есть. Есть ли у наших фильмов одобрение от Министерства образования РФ, можно немного предоставить. Наши фильмы не являются образовательными, соответственно, они не нуждаются в одобрении Министерства образования РФ, то есть они никаким образом к Министерству образования не относятся. Это фильмы развлекательные, познавательные, и, по большому счету, юридически они являются научно-популярными. Там есть такой жанр, вот, и научно-популярные фильмы мало того, что не нуждаются ни в каких одобрениях, то есть они даже не нуждаются в прокатных удостоверениях, то есть если вы знаете, сейчас вся кинематографическая продукция маркируется там 6+, 0+, 18+, и так далее. Вот эти вот возрастные цензы, они требуются для художественного кинематографа, то есть мультипликации и так далее, но для научно-попа они неприменимы. То есть в научно-пулярных фильмах, как правило, считается, что не может быть каких-то вещей, противоречащих чему-то, то есть, не знаю, там, то есть ни насилия, ни экстремизма, никакого обычно в таких фильмах нет, поэтому они не нуждаются. То есть об этом очень понятно написано в законе, собственно, касающемся как раз получения прокатных удостоверений. Так, я вижу здесь в откладке «Вопросы» еще были. Вопросы. Я вижу здесь уже все ответили. Так, методические пособия для учителя. Методические пособия, тем более, не являются фильмом. Собственно, учитель начальных классов может пользоваться этим пособием, может не пользоваться. И, собственно, может вести свой урок в соответствии с четким написанным в учебнике каким-то материалом, либо привносить от себя какую-то подготовку этого урока. То есть, соответственно, каждый учитель начальных классов готовит свои уроки. И нет такого, что он должен вот строго в 25-й минуте сказать именно вот это слово. Понимаете? То есть нет такой жесткой рекламентации. Есть тема урока, о чем нужен быть урок. И есть примерно понятные, допустимые способы и рамки, как этот урок нужно проводить. Мы предлагаем сценарий урока, который, естественно, создан педагогами и не содержит ничего запрещенного противозаконного. То есть и учитель начальных классов, по сути, мы делаем за него работу, подготавливаем его к уроку. И, собственно, он может это использовать, либо не использовать на свое усмотрение. И здесь ответственность учителя принимать эту помощь от нас или не принимать. Вот, собственно, примерно так. Все ли ваши франчайзи работают в плюс? Какие есть подводные камни? Те франчайзи, которые работают, они работают в плюс. У нас есть франчайзи, которые, собственно, купили франшизу и так и не начали работать. Таких франчайзи у нас за все время было три. И, собственно, получается статистика смертности наших франчайзи, то есть не старта, составляет меньше 10%. Все те, кто работает, у них все хорошо. Те, кто работают в франшизе как основной источник дохода, у них все очень хорошо. Те, для кого франшиза – это хобби, то есть там бывают такие люди, которые покупают с какими-то более идеологическими целями, то есть у них есть основные источники дохода. И у франшизы они дозарабатывают, собственно, на какие-то деньги или делают для удовольствия, то там вполне средненькие такие показатели, человек по 500 в месяц, то есть в этом нет у человека задачи зарабатывать. Те, у кого именно это основный бизнес, там, как правило, совершенно другой подход. Спасибо еще раз на здоровье. Спасибо вам за то, что пришли. Без вас бы этого вебинара не было и не с кем было бы мне разговаривать. Мне ваши вопросы очень важны, интересны, потому что эти вопросы дают пищу для размышлений, о чем нам еще нужно написать на наших сайтах, чтобы было понятно и так далее. То есть что нужно учесть, может быть, какие-то моменты доработать еще. То есть мы очень открыты, к обратной связи. Так, были ли случаи выхода из франшизы? Да, собственно, вот три случая, о которых я сказал. Не буду говорить детально о регионах. Кому интересно, мы детально расскажем, то есть что там и как. Как правило, все трое были люди, которые и не пытались стартовать. Так, может, те проценты, которые оставляют в школе, оформляют по договору как гуманитарную помощь, а не в аренду. Смотрите, есть определенные школы, то есть я встречал такие там даже не школы, у которых есть в школах определенные там какие-то соседние здания, то есть и вот там оформляются, то есть часто этими зданиями, бывает, с этими зданиями владеют какие-нибудь фонды, там что-то еще. Вот тогда там есть какие-то как помощь фонду, то есть это оформляется. Я встречал такое, да. Здесь я вам детально не подскажу, то есть каждая конкретная школа имеет какие-то свои структуры, она вам об этом расскажет. Самый маленький ваш клиент по населению. Коллеги, помогите мне. Сколько вам у Мегиона, например, населения? 50 тысяч или 40, да? Мнения разошлись. Ну вот, например, да, то есть в Мегионе у нас партнер, который раньше занимался до нашей франшизы тоже работой со школами. Собственно, вот они в городе 50 тысяч, у них сеанс там почти каждый день, и все у них там хорошо, чудесно. Они как раз приезжали на прошлую встречу партнеров, но на тот момент они еще не стартовали, они стартовали с сентября и стартовали сразу с места в карьер, и в этом году они докупили себе еще территорию соседнего города. Коллеги тоже не помню, напомните. Нашний Вартовск. Несколько городов. А, и Лангепас. Лангепас. Собственно, как-то так. То есть, и действительно, мне задавали вопрос в течение вебинара, на который я сказал, что я чуть позже чуть не забыл. Работа в сельской местности и с малыми городами – это действительно весьма важный нюанс. Смотрите, мы в свое время нашей сетью работали в 90% вне крупных городов. То есть, мы работали в малых городах и в сельской местности. Почему? Потому что не то, чтобы мы боялись конкуренции, хотя конкуренция в городах, она значительно выше. Это все как-то органически так произошло. То есть, мы поняли, что наши услуги в сельской местности просто в разы нужнее, чем в крупных городах. То есть, в крупном городе, не знаю, в Москве, в Новосибирске, в Омске ребенок может пойти в кинотеатр, пойти в театр, пойти в какие-то кружки бесконечные, школы танцев, школы музыкальные, спортивные секции. У многих детей в мегаполисах день расписан по минутам. То есть, в 8 утра начинаются уроки в школе, в час дня уроки в школе закончились, через 15 минут начинается урок музыкалки, после музыкалки девочки идут на танцы, мальчики идут на карате, после этого карате они идут все вместе заниматься какими-нибудь, не знаю, там, английскими языками или французскими языками, после этого какая-нибудь еще гимнастика, и, наконец-то, вечером, в 8 часов вечера ребенок приходит домой, чтобы делать домашние задания. И в таком графике понятно, что одним VR больше, одним VR меньше в жизни ребенка кардинально ничего не меняется. И, собственно, здесь ценность нашей услуги, она тонет просто в разнообразии всевозможных предложений. При этом наши партнеры сейчас вполне успешно работают в школах в крупных городах, да, то есть так же, как и мы сами в городе Новосибирске. Вот, но я говорю о том, что сравните просто работу в крупном городе с вот таким количеством как бы косвенных конкурентов и работу, не знаю, там, в какой-нибудь маленькой деревне, ну, даже пусть не маленькая деревня, тройный центр, да, то есть где есть 3-4 школы, по 500 человек в каждой, да, то есть вот такая вот небольшая деревня, очень большая деревня для деревни, да, в российском понимании. Там у детей есть сельский клуб, может быть, если очень повезет, есть какого-нибудь формата сельский кинотеатр, что вряд ли, на самом деле, театров тоже точно никаких нету, и к ним там раз в полгода заезжает кто-нибудь, ну, то есть какой-нибудь тоже там гастролирующий театр, чаще всего для того, чтобы дети в таких, собственно, местах вообще что-то увидели, их нужно вывезти в город. Вы представьте себе, насколько часто там, если город находится за 100 километров даже, насколько часто там они ездят в этот город, ну, там, может быть, раз в два месяца, в три месяца, как бы, на какие-то закупки, а если у родителей машины нету, как бы, то и того реже, там, раз в полугодие, раз в год. Погуглите, как живет советская местность в России, то есть это, к сожалению, иногда так. А если мы приезжаем в такой населенный пункт, никуда не надо везти ребенка, то есть просто родители находят 200 рублей, а, как правило, 200 рублей в такой ситуации родители не идут в самой глухой деревне, мы это проверили, да, то есть так оно и есть, не экономят на детях, потому что в следующий раз мы приедем в эту деревню, ну, собственно, вот еще через несколько месяцев, в лучшем случае, а то и раз в год, да, то есть когда у нас сеть была, по стране работали, мы очень часто в школу приезжали раз в год, нам это было достаточно, то есть такое количество школ огромное, что как бы раз в год, раз в год, раз в год, да, то есть нет, там, два раза в год, вот. И благодаря тому, что приезжают редко, то явка в школах достигает, там, 100%, приходят не только ученики, но еще и идут учителя также за деньги, приходят родители учеников, и приходит персонал школы, да, то есть не только учили, а там, кто-то техничек, это вот абсолютно серьезно говорю, всем интересно, посмотрите, что это такое, а что это такая новая интересная штуковера, потому что очки виртуальной реальности дойдут до какого-нибудь условного, там, города Алейска из моего родного Алтайского края, как бы, ну, примерно совсем не скоро, да, то есть, там, Камня на обид уже есть, у нас такой классный город. Вот, поэтому в сельской местности эта работа социально наиболее значима, дети там наиболее благодарны, явка в школах там сильно выше, договориться со школами о сеансе в разы легче, да, в принципе, все легче и проще. Единственная большая проблема работы с сельской местностью это транспортные расходы. Для многих психологически тяжело перешагнуть планку, чтобы доехать 500 километров, как бы, да, то есть, ей провести какие-то сеансы. Ну, здесь важно понимать, что пока вы едете 500 километров, вы же не в одну школу едете, вы по пути еще в какие-то школы заедете. Вот как это все планировать, как здесь организовать логистику, как с этим работать, как экономить, как организовать транспортные расходы, вот мы это все очень хорошо знаем, да, то есть, мы здесь поможем, расскажем, как бы, объясним и вместе с вами спланируем как-то вашу работу. То есть, мы это умеем, и, как бы, приходите, обращайтесь, расскажем. Ну, только будет лучше, изразумеется. Вот, поэтому, что касается работы сельской местностью, я вот прямо сейчас жду, что когда закончится большая часть крупных городов, наконец-то люди начнут идти в сельскую местность, как бы, больше, да, то есть, больше клиентов будут покупать сельские территории и работать с ними. И здесь я лично готов к каждому из вас посодействовать, побеседовать и поделиться опытом, побочем. Вот. Так, вижу сообщение. У нас даже кинотеатра нет. Ну, вот, да. 150 тысяч населения, как бы, нет кинотеатра. У нас сегодня про Диаграма сейчас говорили. Вынужден откладиться благодарю еще раз. Всего доброго, спасибо. Ну, я так понимаю, вы уже ушли. Ну, что, коллеги, пока не коллеги, да, то есть, на тем не менее, спасибо вам всем за визит, за то, что пришли. Рад, что кому-то было полезно. Я думаю, что полезно это может быть не только тем, кто станет нашими франчайзами, но также для общего понимания, да, то есть, как работает подобный бизнес. То есть, это можно использовать не только в нашем бизнесе. Почему расчет привязан к общей численности населения города? Потому что это хорошее мерило количество вашей целевой аудитории. То есть, понятно, что население города это не есть население, которое вам ведет на сеансы. Но если в городе живет там условные 250 тысяч человек, то, как правило, мы точно знаем, что там между 25 и 30 школами будет в среднем по 1000 человек в каждой школе. Ну, вот так вот оно из Росстатистики выходит, как бы, из переписи населения. В свое время я писал калькулятор на базе переписи населения 2011 года, базировавшийся с учетом демографии, возрастов, там, прочих каких-то вещей. И вычислял, собственно, общую целевую аудиторию, которая проживает на территории России в зависимости от возраста, там, и так далее. Сколько в среднем на город должно приходиться детей такого-то, такого-то, такого-то возрастов. Вот, но зачем и к чему эта вся математика, когда население города – это как раз та цифра, которая хорошо коррелирует с вашей целевой аудиторией. Поэтому принято просто это за единицу измерения. Если покупается город, то входят ли в него населенные пункты, которые на расстоянии 50 километров? Да, хоть 150, берете, считаете, вместе с нашим менеджером населения, которое проживает на территории, которая вас интересует, то хоть кляксом на карте, хоть звездочка, хоть кругляшочек, хоть квадратик, считается население, вычисляется полушальный взнос, заходите и работаете на этой территории. Основная ЦА «Дети» статистика показывает 17-20% «Дети». Ну да, еще раз говорю, что используется просто население города как корреляция между… То есть просто мерило, то есть линейка такая, ориентир, не знаю. Вот Антон Терехов – это наш существующий франчайзи. Я уж не знаю, от чего Антон пришел на вебинар, наверное, посмотреть интересно, о чем мы будем рассказывать, и что в цифрах изменилось. Антон – один из первых наших франчайзей, работает в городе Челябинске, и рассказывает вам о том, что со взрослыми тоже можно и нужно работать. Почему я не рассказываю на вебинаре о дополнительных целевых аудиториях, о том, как на них зарабатывать, потому что это уже, ну, по большому счету, как бы следующая тема. И здесь мне на этом вебинаре хотелось до вас донести просто, как работает наша основная бизнес-модель, и сколько можно зарабатывать даже без привлечения дополнительных целевых аудиторий. Но я хочу, конечно, оговориться о том, что финансовая модель – это модель, и модели в идеальном мире работают, то есть в реальном мире модели подвергаются всевозможным воздействиям от разных факторов, вы должны это понимать. То есть франшиза, она, собственно, является объектом предпринимательской деятельности и сопряжена с предпринимательскими рисками. Поэтому мы, естественно, нам дадим все инструменты, которые вам могут понадобиться, и постараемся всячески вам помочь, но уж точно не можем гарантировать, получатся у вас такие цифры или другие, или получатся ли вообще какие-то цифры. То есть это зависит от каждого из вас. Но то, что надо понимать, что бизнес в франшизе, он сопряжен с гораздо меньшим количеством погодных камней, чем просто открытие собственного бизнеса, потому что мы уже много камней настучали, споткнулись об них, то есть шишки себе набили, и вам с удовольствием об этом расскажем, вас от шишек убережу. Но работать придется, работать надо, собственно, и надо понимать. Контент на детскую ца. Нет, контент не на детскую ца. У нас там про темную материю есть, про черные дыры, и, собственно, очень такой серьезный контент. И сейчас мы добавляем контент о природе, о животных, то есть это также будет интересно взрослым. И практика работы в курортных городах, на курортных зонах показывает, что взрослые смотрят детский контент. Вот есть у нас в Алтайском крае город-курорт Яровоя потрясающий, где я период с 2012 года по 2015, собственно, поллета и сам проводил, то есть первое лето с женой сидели вдвоем, собственно, с планетарием. И, вы знаете, приходили взрослые и смотрели фильм для начальной школы. Почему? Потому что зрелищно, красиво, ярко, динамично и расслабляет. Те же самые взрослые приходили потом, давайте еще посмотрим только для взрослых, то есть включали взрослые серьезные познавательные фильмы, выходили и говорили, ой, в следующий раз пойдем все-таки опять детское что-то смотреть. Ну, вот как-то так. Сейчас один из наших партнеров в городе Геленджик работает на набережной в корпусе космического корабля и работает как с детской, так и взрослой аудиторией, как бы показывает, ну, насколько я помню, абсолютно разный контент, смотрят, и детский в том числе. Есть ли контент для взрослых, катание на эндуро или прыжки с парашютом? Да, у нас есть возможность добавить такой контент, у нас есть поставщики, которые данный контент, и бейсджампинг есть, собственно, и спуск на горных лыжах, это очень тошнотворный контент, мы его к себе в каталог не добавляем, несмотря на то, что он максимально качественно сделан. Возможно, мы добавим такой контент чуть позже, но сделаем на него определенные ограничения, рестрикт, как бы, да, то есть, что он только на 17+. Если я хочу работать на постоянном одном месте арендное помещение, плюс выезжать по школам, то расчеты уже другие. Если вы говорите о финмодели, то расчеты финмодели другие. Если вы говорите о покупке франшизы, то стоимость будет та же самая. Потому что, если вы хотите выезжать, то это выездная франшиза, она рассчитывается, как оно написано там. Если вам нужна просто стационарная франшиза, чтобы работать на одном месте, и из него никуда не выезжать, это будет дешевле. Но смысла в этом чуть-чуть меньше. Это имеет смысл, если у вас уже есть детский центр, вы уже умеете генерировать туда трафик, и вам нужна какая-то дополнительная услуга для монетизации своего существующего трафика. Тогда это будет классно работать в синергии, и вы с минимальными расходами получите себе дополнительный источник дохода. А так, в целом, наша бизнес-модель выездная, она экономику показывает, как правило, более хорошую, чем стационарная. То есть мы не ждем, пока клиент придет к нам, не тратим деньги на рекламу, какую-то на привлечение клиентов, а сами едем туда, где их максимальное количество. Для организации 18+, на тимбилдинге, да, вполне возможно. Контент такой есть, и возможность его добавить есть. То есть у нас есть договор со студией, которая подобные вещи делает. Есть VR-клуб. Хочу называть в одном помещении кинотеатра с вашим. Идеально. Вот я про вас и говорю это в том числе. То есть детский центр и VR-центр, все это, собственно, вместе будет очень хорошо стыковаться. Главное, чтобы вы понимали, что работа стационарна, когда вы ждете клиентов, она совершенно другую экономику имеет. Вы это можете отдельно к нашим менеджерам обратиться и пробовать вместе с ними рассчитать, используя ваши цифры по трафику, посещаемости вашей. То есть вы можете какую-то гибридную модель вместе построить, поиграться с ней и каким-то выводом прийти. Итак, вопросы заканчиваются. Я хочу еще раз напомнить, что самое лучшее время для старта франшизы прямо сейчас, для того, чтобы в сентябре уже открыться. И идеальный вариант, если вы приезжаете к нам на встречу, проходите это интенсивное трехсуточное обучение вместе с нетворкингом, вкусными шашлыками, легким алкоголем, то есть под звездным небом Подмосковья, вы оттуда уедете специалистов в этом бизнесе. Это идеальная ситуация для старта. Если есть желание и возможность, welcome, мы вас ждем. До 14 августа можно войти, собственно, и попасть на встречу. От вас только перелет до Москвы даже, до места мы доставим сами. От вас только перелет до Москвы и назад из вашего города, все остальное для вас будет за наш счет. Возможно ли обменять эти бонусы на скидку в стоимости франшизы? Нет, к сожалению, невозможно. Но кроме этих бонусов, кроме встречи, там есть 100 показов платного контента для маленьких зрителей. Вы, собственно, в любом случае, если вы покупаете франшизу, то получите, даже если не поедете на встречу. Эта по стоимости составляет около 300 долларов. Тоже неплохой бонус с учетом того, что повышенный износ на ваши 150 тысяч населения будет совсем небольшой. Порядок 300 тысяч рублей. На экране вы видите мою электронную почту, номер телефона. У меня есть в разных социальных сетях. Можете добавляться. Инстаграм, инкедин, фейсбук, Анженко, Телеграм, все что угодно. Спасибо за ваше время. На этом я прощаюсь. Запись вебинара мы выложим через какое-то время на нашем YouTube-канале. И, возможно, отправим вам, всем тем, кто участвовал, на почту. На этом я с вами прощаюсь. Пойду отпаивать охлепшее горло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова